Сегодня мы будем разбирать, то есть я постараюсь представить так называемую пресуппозициональную концепцию индексикалов на основании небольшой статьи, в каком-то смысле, может быть, даже можно назвать это тезисами, так как они, судя по, соответственно, библиографическому описанию, были представлены на Амстердамском коллоквиуме по формальной семантике в 2005 году. То есть статья совершенно небольшая, там буквально шесть страниц, но, в принципе, ее достаточно для того, чтобы понять, скажем так, основную суть вот этой самой пресуппозициональной концепции индексикалов. В принципе, насколько я поняла, больший, скажем так, больший вклад в развитие вот этой вот самой пресуппозициональной концепции индексикалов, он принадлежит, в общем, вот этой самой Жули Хантер. Я не знаю, конечно, как ее правильно читать. Жулия Хантер, она или Жули, но, скорее всего, наверное, Жули. Но Ашер, наверное, он тоже Николя, если они, соответственно, оба французы, то, наверное, тогда он даже не Ашер, а Ашер. В общем, не знаю, как их правильно читать по ударениям. Но, в общем, так или иначе, у Ашера тоже есть совместные работы с Хантер, еще другие по поводу вот как раз-таки этой самой пресуппозициональной концепции индексикала. Ну, собственно говоря, вот они здесь представлены, и фотки я украла с их личных сайтов. Вот Ашер является научным директором Национального центра научных исследований во Франции, и вот сотрудником Института исследования информатики в Тулузе, тоже во Франции. Хантер как раз-таки тоже занимается вопросами хемантики и прагматики, исследованием, соответственно, языка. И вот в данный момент она руководит отделом исследований языка в так называемый Linagora Lab, тоже, который расположен в Тулузе. Они, в общем, как раз-таки пытаются заниматься одновременно и научными, соответственно, исследованиями, и совмещать эти научные исследования с разработкой всяческих там больших языковых моделей, распознанным там, соответственно, парсингом текста и прочее. То есть у них есть, вот если кому интересно, есть, соответственно, даже сайт вот этой Linagora Lab, и там вот написано, соответственно, чем они все занимаются, там достаточно большая команда. Вот. Ну и, собственно говоря, то есть они вполне себе живые, актуально действующие. В общем, как бы, мне кажется, довольно интересным вот этот вот подход к, соответственно, к значению индексикалов и вообще ко всем вопросам, которые с индексикалами возникают, посмотреть вот в рамках такой, скажем, нестандартной, относительно стандартной каплановской семантики подход. Основной тезис статьи заключается в том, что индексикалы, согласно вот этой вот пресупозициональной концепции индексикалов, которую Хантер и Аша предлагают, это некоторый класс языковых выражений, которые порождают пресупозиции, которые предпочтительно должны разрешаться в глобальном контексте. Ну, что значит разрешение пресупозиции, что такое глобальный контекст, какие там контексты они еще выделяют, станет понятно далее по тексту. Ну, соответственно, подробнее я про это тоже расскажу. Значит, какие-то некоторые такие дополнительные замечания, которые я решила тоже внести в сегодняшний доклад для того, чтобы стало более понятно вообще, откуда, в общем, ноги растут у этой пресупозициональной концепции индексикалов. Далее по тексту она будет у меня сокращаться по КАИ, но чтобы было, соответственно, покороче. Значит, нужно понимать, что вот эта пресупозициональная концепция индексикалов, которую Хантер и Аша предлагают, она разрабатывается ими в рамках теории репрезентации дискурса и в рамках динамической хемантики, соответственно. Ну, теорию репрезентации дискурса стандартно сокращают ДРТ, поэтому я, соответственно, тоже этим сокращением буду пользоваться. Чем теория репрезентации дискурса, как, соответственно, еще одна семантическая теория, помимо, скажем так, стандартных условий истинностной семантики, чем она, в общем-то, от нее отличается? Первая особенность заключается в том, что семантическая интерпретация дискурса, то есть определение значений выражений, значений, соответственно, предложений, оно происходит именно в рамках дискурса. То есть мы пытаемся дать семантическую интерпретацию не отдельному предложению, как, например, это происходит в условии истинностной семантики, а пытаемся, соответственно, интерпретировать дискурс целиком. Ну, я не уверена точно насчет того, какое там хорошее правильное определение дискурса в теории репрезентации дискурса используется, но в целом в качестве такого базового, в каком-то смысле неформального определения дискурса, то можно понимать, грубо говоря, некоторый набор предложений, которые как-то друг с другом связаны. И, собственно говоря, процесс интерпретации предложений в дискурсе в рамках теории репрезентации дискурса всегда происходит последовательно. Собственно говоря, теория репрезентации дискурса, так или иначе, ее возникновение связаны с вот этими так называемыми donkey sentences, то есть вот эти вот ослиные предложения, про которые тоже очень много, кто где везде говорится. И как раз таки связано, что такого особого в этих предложениях, это то, что там встречается анафора. И, соответственно, для того, чтобы понять, как там звучит это у нас предложение, каждый фермер, если кто-то помнит, подскажите мне точно, я забыла точную точку. Каждый фермер, у которого есть осел, бьет его. Во, во, спасибо. Вот, собственно говоря, вот это вот самое его, которое встречается в данном предложении, вроде как должно отсылать либо к фермеру, либо, соответственно, к ослу, к этому несчастному, если его, конечно, в данном случае бьют. Но оно не очень понятно и вроде как бы, соответственно, считается сторонниками теории репрезентации дискурса, что стандартное условие истинностной семантики с интерпретацией этого предложения, она не справляется. И вот, собственно, вот эти самые ослиные предложения как раз таки привели к развитию теории репрезентации дискурса. Соответственно, классический тоже пример того, почему нам необходимо интерпретировать дискурс, а не предложение отдельно взятое. И когда у нас есть два предложения, например, Джон любит свою маму, она хорошая. Собственно говоря, если мы отбросим первое предложение, то есть ставим только одно предложение, она хорошая, нам не очень будет понятно, на какой объект, собственно говоря, указывает у нас местоимение она. Но включив, соответственно, в дискурс, то есть взяв не отдельное предложение, а взяв, соответственно, вот эту совокупность предложений, мы сразу понимаем, что она в данном случае используется здесь как указание на, соответственно, предыдущий, уже введенный в контекст нашей ситуации, контекст, соответственно, нашего дискурса маму. И, соответственно, вот тут у нас происходит такая вот, в общем, определенная анафора. Вот что имеется в виду, когда вот под той фразой, которая у меня здесь написана, что мы интерпретируем предложение в дискурсе последовательно. То есть сначала мы проинтерпретировали одно, что Джон там любит маму. Дальше мы интерпретируем второе предложение с учетом той информации, которая нам была уже принесена в первом предложении. То есть у нас в данном случае берется не одно предложение, само по себе оторванное, скажем так, от ситуации, в которой оно произносится, а оно помещается в некоторую ситуацию и связывается, соответственно, с какими-то другими предложениями. Вторая особенность теории репрезентации дискурса заключается в том, что в ней постулируется наличие промежуточного уровня между языковым выражением, то есть предложением и прочее, и реальностью. То есть как раз-таки между тем, что мы говорим, и между, соответственно, тем, каково то, о чем мы, собственно говоря, говорим. Ну, это вот промежуточный уровень, так называемый уровень семантической интерпретации, и в этом уровне сохраняется информация, передаваемая как раз-таки в рамках дискурса. Речь идет о вот этих самых ДРС, которые, соответственно, на русский переводятся и разворачивается эта аббревиатура как структура репрезентации дискурса. То есть это некоторая, соответственно, такая вот, как она обозначается вот этими самыми прямоугольничками-квадратиками, если кто-то видел. Вот как раз-таки в этих прямоугольничках и квадратиках содержится вот, ну, скажем так, уже известная нам информация из, соответственно, каких-то предыдущих предложений, и вот она сохраняется. Ну, то есть, собственно говоря, в этих ДРС содержатся объекты, о которых идет речь в дискурсе, и их какие-то свойства, если они нам, конечно, известны. В итоге, что получается? Мы приходим к третьей особенности данной теории. Она заключается в том, что ДРТ фактически занимает, ну, скажем так, промежуточную позицию между, ну, я тут назвала психологизм и логицизм, но это, конечно, не в тех смыслах я использовала эти слова, как они обычно стандартно употребляются. Здесь я имела в виду просто идею того, что у нас есть, скажем так, более психологические интерпретации относительно того, на что указывают, соответственно, наши языковые выражения. То есть вот как у меня в скобочках указано, что референция синтаксических структур – это некоторая ментальная репрезентация, ну, соответственно, грубо говоря, там в голове какого-то индивида. И, соответственно, более, скажем так, логическая интерпретация того, что такое значение, то есть, ну, грубо говоря, на что указывают наши выражения – это, соответственно, некоторая модель реальности. То есть тут, с одной стороны, у нас есть концепции, которые предполагают, что референция выражений, то есть мы указываем на объекты ментального пространства, а другая, соответственно, позиция утверждает, что мы при помощи языковых выражений указываем все-таки на объекты реальности. Понятно, что мы не можем указать на реальность целиком, вот как она есть, мы всегда указываем на какую-то модель реальности, то есть кусочек реальности, определенную, соответственно, выборка, скажем так, из всех возможных реальностей и так далее. Ну, и, собственно говоря, если мы понимаем, что в рамках ДРТ у нас интерпретация происходит всего как бы дискурса, а не предложения в отдельности, то мы можем прийти, собственно говоря, к четвертой особенности этой самой теории, о том, что в ней происходит совмещение статического подхода к значению с динамическим подходом к значению. И больше, конечно же, акцент делается именно на динамический подход к значению. Под статическим подходом к значению как раз-таки имеется в виду, что мы, грубо говоря, фиксируем значение некоторого выражения языкового, ну, вот, грубо говоря, как вот оно есть само по себе, без какого-либо процесса интерпретации. Когда мы говорим про динамический подход к значению, мы по значениям имеем в виду вот некоторую, скажем так, информацию, вот то, какой вклад это конкретное выражение вносит в изменение контекста. Ну, и, соответственно, раз в рамках теории репрезентации дискурса у нас интерпретация идет предложений в дискурсе последовательно, то, конечно, как бы вслед за каждым предложением мы, скажем так, изменяем значение в процессе вот перехода от одного предложения к другому, от одного к другому, и вот у нас получается целостный такой небольшой дискурс, в рамках которого там идет, соответственно, какая-то коммуникация или еще что-то. Вот, ну и, соответственно, не случайно, поэтому, что теория репрезентации дискурса и динамическая семантика оказываются тесно связаны. То есть вот, собственно говоря, динамический подход к значению вот эту связь нам здесь и обеспечивает. Основа рассмотрения пресуппозиций в ДРТ, это, насколько я вот поискала, посмотрела, это вот анафорическая концепция пресуппозиции, которая была предложена Робертом Вандерсантом. Ссылочку вот тут я на статью оставил. То есть это 92-й год. В этой статье, собственно говоря, Вандерсант говорит о том, что его анафорический подход, который он развивает тоже, опять же, в рамках ДРТ, он гораздо лучше, конечно же, с его точки зрения справляется с объяснением пресуппозиций, значения, соответственно, пресуппозиций. И вот этот его анафорический подход, точнее, он его противопоставляет, скажем так, традиционному подходу к тому, что такое пресуппозиции. И вот стандартно в рамках традиционного подхода считается, что пресуппозиция – это подкласс некоторых референциальных выражений. Но под референциальными выражениями стандартно понимаем выражения, которые, соответственно, могут указывать на какие-то объекты, то есть обладать референцией. В предложении с именем собственным или определенной дискрипцией мы, согласно этому традиционному подходу, не утверждаем, что у объекта имеется некоторое свойство. Нам необходимо, чтобы сначала наше референциальное выражение указало на какой-то объект, и только потом мы уже, грубо говоря, можем проверить, есть у этого объекта свойства или нет. Если, соответственно, объекта нет, то есть наше выражение ни на что не указывает, то, собственно говоря, и определить, есть у него какое-то свойство или нет у него какого-то свойства, мы, соответственно, не можем. С точки зрения Вандерсанта вот этот традиционный подход о том, что пресупозиции являются подклассом референциальных выражений, он привел к тому, что было предложено две возможных интерпретации или два возможных подхода к тому, чем являются, соответственно, те самые пресупозиции. Один подход, соответственно, семантический, второй подход, соответственно, прагматический. Это как раз-таки вот, насколько я поняла, исходя из его статьи, что когда мы говорим вообще, ну, вот находимся в проблематике пресупозиций, очень часто предлагают, соответственно, разграничивать, что есть вот семантические пресупозиции, есть прагматические пресупозиции. Но вот, насколько я понимаю, когда Вандерсант пишет про семантические и прагматические подходы к пресупозициям, он как раз-таки вот имеет в виду вот это разграничение на семантическую и прагматическую пресуппозицию, потому что, собственно говоря, у него там как раз-таки и Стоунакер упоминается, который как раз-таки связан с вот этой идеей прагматических пресупозиций. Ну, вот вроде как бы выглядит похоже. Скорее всего, это он и имел в виду. Когда мы говорим про семантические пресупозиции, мы обычно о них говорим в терминах, опять же, условий истинности логического следования, то есть что там из чего следует. А когда мы говорим про прагматический подход к пресупозициям, мы, ну вот, по крайней мере, как Вандерсант его описывает, что фактически не содержание предложения, мы делим, грубо говоря, опять же, на две части, то есть на некоторую семантическую часть, которая связана исключительно с базовым лексическим значением выражений, входящих в состав этого предложения, и вот что в итоге получается по принципу композициональности в итоге из собранных вот этих вот частичных, скажем так, лексических значений отдельных выражений, а, соответственно, вторая часть – это некоторая прагматическая часть, то есть то, что как бы передается дополнительно. Ну, и естественно, прагматический подход, конечно же, связывается с идеей Грайса и вот со всякими вопросами, связанными о том, как отличить, соответственно, пресупозиции от импликатур. Вот. Но с точки зрения Вандерсанта ни семантические, ни прагматические подходы к пресупозициями верными не являются. Не являются они верными именно потому, что они основываются на идее, что пресупозиция – это подкласс референциальных выражениях. Вандерсант говорит, что пресупозиции не нужно рассматривать как подкласс референциальных выражений, они таковыми не являются, они являются подклассом анафорических выражений со своей определенной внутренней структурой и определенным семантическим содержанием. Отличаются же они от остальных, соответственно, подклассов анафорических выражений тем, что в них просто содержится больше дескриптивного содержания. И именно это дескриптивное содержание позволяет им, ну вот, как-то так, в каком-то смысле создавать антицидент, то есть некоторую предшествующую информацию до вот того предложения, которого мы хотим интерпретировать в дискурсе, опять же. Если в дискурсе этой информации, соответственно, не было предоставлено. Ну и Вандерсант упоминает, о том, что механизм разрешения пресупозиции совпадает с механизмом разрешения местоимений, то есть принципиальной разницы между, соответственно, определением значения пресупозиции нету по сравнению, соответственно, с механизмом определения значения местоимений. Если взять мой пример, что Джон любит маму, она хорошая, ну вот, собственно говоря, разрешение, механизм разрешения местоимения, то есть нахождение его референта в данном случае, ну вот, просто зависит от того, что было, соответственно, введено в предыдущем предложении. Ну, и в данном случае с пресуппозицией ситуация происходит примерно такая же. Ну, и, собственно, сам Вандерсанд утверждает, что его подход не является ни строго семантическим, ни строго прагматическим. То есть он занимает какую-то то ли промежуточную позицию между ними, ну, то есть, соответственно, может он назвать его семантико-прагматическим, прагматико-семантическим и так далее. Я подробнее, соответственно, с этой статьей не разбиралась. Я ее посмотрела так в каком-то смысле по верхам, чисто для того, чтобы вот понять что вот это вот за анафорическая концепция пресуппозиции, в рамках которых как раз-таки Хантер и Ашер пытаются свою пресуппозициональную концепцию индексикалов развить. Поэтому как бы тут подробнее конкретно вот опять же, то есть про формализацию, подробнее, соответственно, про какие-то еще дополнительные идеи и следствия из вот этого, из этой концепции Вандерсанта я тут рассказать не могу. Вот, ну, может быть, как-нибудь это оставим на будущее. Тем не менее, несмотря на то, что пресуппозициональная концепция индексикалов строится, соответственно, по утверждениям Хантера и Ашера на концепции Вандерсанта, они, конечно же, утверждают, что она частично отличается от этой концепции, и отличается она как раз-таки тем, что она не ведет к признанию существования монстров. Про монстров я тоже поговорю чуть попозже, ну, фактически на следующем слайде. Вот, это просто как бы замечание для того, чтобы понять, что все-таки Хантер и Ашер, да, берут, скажем так, основные идеи Вандерсанта, но не полностью, соответственно, с ним соглашаются. В принципе, они утверждают, что вот эта вот пресуппозициональная концепция индексикалов это своего рода срединный путь между каплановским подходом к индексикалам и шленкеровским подходом к индексикалам. В чем разница, соответственно, между этими подходами? Она как раз-таки сводится к вот этим самым, соответственно, монстрам. Как каплановский подход к чистым индексикалам Хантер и Ашер представляют? То есть, собственно говоря, они с этого-то и начинают вот эту вот статью или тезисы, которые были вот на этом коллокове им представлены. Значит, во-первых, они говорят, что число чистых индексикалов мы включаем стандартно «я здесь, сейчас» и выражение, соответственно, «актуальный» или «действительный» и, соответственно, «кто-то там». Я оставляю везде в русском варианте слово «актуальный» чисто вот ради того, чтобы сохранялась, ну, калька фактически. Понятно, что в зависимости от контекста в зависимости, соответственно, от правил русского языка где-то лучше переводить как «действительный» или там «настоящий» и так далее. Но чтобы вот не было вот этой путаницы между тем, что… между, в общем, разными значениями, разными коннотациями вот этих слов, я поэтому везде оставила в русском переводе «актуальный», несмотря на то, что, конечно, стилистически не всегда красиво. Вот. А в английском просто стоит «the actual F», то есть стоит определенный артикль, вот этот самый «чистый индексикал» актуальный, действительно настоящий, и некоторый «F». Вот, согласно Hunter Asher, если мы рассматриваем каплановский подход к чистым индексикалам, то в нем есть три основные, соответственно, положения. Первое положение, оно утверждает, что эти самые «чистые индексикалы» всегда выбирают свой референт из контекста высказывания. Ну, идея всем знакомая, всем понятная. Я лично про нее много раз уже рассказывала, вот, поэтому тут на этом останавливаться не буду. Вторая, соответственно, особенность капланского подхода, что чисто индексикалы всегда указывают на объекты напрямую, то есть каплан, в общем-то, является сторонником теории прямой референции. То есть никаких опосредующих элементов типа фрегианского смысла тут нет. То есть индексикал четко всегда напрямую указывает на объект. Ну, тоже достаточно известная идея. Тут, соответственно, тоже, думаю, вопросов не возникает. Ну, и вот третье утверждение, которое как раз-таки и ведет к вот этому вопросу, к вот этой вот дискуссии о существовании так называемых монстров. Согласно капланскому подходу к «чистым индексикалам», область действия индексикала всегда шире, чем область действия модальных операторов. Ну, я тут стандартное определение области действия оператора включила, так чисто, чтобы, соответственно, было... Просто чтобы было, собственно говоря, что область действия оператора – это часть некоторой формулы, либо, соответственно, если мы уходим, скажем так, с уровня логического языка на уровень, там, не знаю, обсуждения лингвистических вопросов, то, соответственно, это часть какого-то выражения, предложения или текста, соответственно, состоящего из некоторых предложений, на которые распространяется действие нашего оператора. И что у нас происходит? С точки зрения каплана в естественных языках существуют операторы, которые могут влиять на разные параметры, соответственно, которые у нас есть для интерпретации предложений. Но не существует таких операторов, которые могут влиять на параметры контекста. А параметры контекста – это у нас, соответственно, агент контекста, место контекста, время контекста и возможный мир. То есть кто совершает высказывания, где, когда и в каком мире. Чуть в более поздних работах, насколько я поняла, Каплан использует слово «scopeless», то есть, ну, вот то, что, как я здесь в скобочках показала, что индексикалы вообще не имеют области действия. То есть они, точнее, распространяют свою область действия, грубо говоря, на все вообще. Ну, вот, скорее всего, именно вот это на предыдущем слайде. То, что у Хантера Ашер писали, что область действия индексикала всегда шире, чем у дальних операторов, вот имелось в виду именно вот это. Так, тут я, видимо, хотела вставить пример с необходимым, но потом поняла, что уже, наверное, вставлять его не буду. Ну, в общем, так или иначе, речь идет о том, что если мы поставим, сделаем высказывание там «я счастливый» и «необходимо я счастливый», это самое «необходимо» значение нашего «я» никуда не поменяет. То есть референтом «я» по-прежнему будет выступать агент контекста высказывания, ну, и, соответственно, его область действия никуда не поменяется. То есть необходимо на него не повлиять. Ну, и дальше, соответственно, Каплан задается вопросом, можно ли задать, соответственно, такие операторы, которые смогут влиять все-таки на параметры контекста. То есть вроде как бы на вот перечисленные мной четыре параметра контекста ни один оператор влиять не может, то есть они остаются фиксированы. А возможно ли существование таких операторов, которые смогут изменять, соответственно, параметры контекста? Каплан в итоге отвечает на этот вопрос, что да, такое в принципе возможно, такое можно помыслить, такое можно представить, но в естественных языках подобных операторов, соответственно, не существует. Вот эти вот операторы, которые сдвигают контекст эвалюации индексикалов, он как раз-таки называет монстрами. То есть монстр — это такой оператор, который может влиять на, соответственно, изменение значения параметра контекста. И фактически, я не помню, только сам это Каплан утверждал, или это уже, соответственно, потом стали коллеги его и исследователи добавлять, что, в принципе, вот этот тезис, который он выдвигает о том, что в естественных языках монстров существовать не может, это действительно все-таки тезис эмпирического характера. То есть он не связан с, собственно, системой Каплана, он ниоткуда, соответственно, там не выводится. И вот очень часто, соответственно, тоже в литературе стала встречаться вот такая формулировка, эмпирический тезис запрета на монстров в естественных языках. То есть ни один оператор в естественном языке не может изменять параметр контекста. И если применительно, соответственно, к индексикалам всю эту историю привязать, то это фактически означает, что семантическое значение индексикала фиксируется только контекстом актуального речевого акта и не может быть изменено ни одним логическим оператором. Ну, в общем, это, собственно говоря, то, что я и объяснила, надеюсь, очень понятным образом, вот с примером, соответственно, необходим. То есть, грубо говоря, опять же, мы не можем найти никаких подтверждений в рамках системы Каплана о том, что монстры невозможны, но Каплан вот делает такой эмпирический тезис, что вроде как бы в естественных языках монстров не существует. И все было хорошо до тех пор, пока, соответственно, парочка исследователей не решили посмотреть на другие языки, за исключением английского языка, и поискать в них монстров. В частности, основная, скажем так, идея возражения в итоге вот этому Каплановскому эмпирическому тезису, она обычно приписывается Филиппу Шленкеру, но также есть еще там исследование Ананда, который тоже говорит о том, что существуют языки, в которых есть монстры и так далее. Но стандартная идея какая этого возражения, что вообще-то существует амхарский язык, язык, на котором говорят, соответственно, в Эфиопии, и в этом, соответственно, языке местоимение первого лица единственного числа «я», то есть классический чистый индексикал, на самом деле не всегда указывает на говорящего в контексте высказывания. И тоже классический пример, который как раз-таки у Шленкера в этой статье, которая тут тоже на слайде указана, представлена. Предположим, что у нас есть ситуация, что Джон говорит «я герой», то есть что у нас здесь происходит? У нас здесь происходит прямая речь, то есть Джон говорит, ну и дальше, по идее, надо было «я герой» тоже в кавычки поставить, чтобы было понятно, что это вот прямые слова, соответственно, Джона. Если мы хотим переделать прямую речь в косвенную речь, то на английском языке это будет звучать вот тем образом, которым у меня представлено на слайде, что Джон говорит, что он герой. Ну, в принципе, насколько я понимаю, на русском языке мы делаем то же самое, то есть если мы говорим правильно, то мы должны сменить местоимение «я» на местоимение «он», и вот индексы, которые у меня здесь тоже указаны, точно так же, как у Шленкера, то есть они нам помогают понять, что, соответственно, вот это вот местоимение «он», оно, соответственно, анафорически привязывается к Джону, что «он» это не какой-то там «он» непонятно какой-то там другой, а, соответственно, вот «он» это именно Джон, то есть Джон говорит про себя. В данном случае, вроде как бы стандартная концепция, и да, мы понимаем, что почему мы меняем «я» на «он», да потому что, соответственно, «я» всегда указывает на того, кто делает, совершает высказывания в данном контексте. Поэтому если я совершаю высказывание, то есть мое высказывание «Джон» говорит, что я герой, то в таком случае это высказывание, вот, свойство геройства, оно приписывается не Джону, как по идее должно было быть, а оно приписывается мне, потому что это высказывание в данный момент сделала именно я. Но смысл был не такой, смысл был передать как раз-таки косвенную речь, поэтому мы, соответственно, местоимение «я» меняем на местоимение «он». В амхарском языке, опять же, если верить, соответственно, лимбистам, допустимо и используется действительно, то есть это не какой-то там девиантный случай, действительно используется местоимение «я» в двух, соответственно, ну, скажем так, значениях, что ли, в двух смыслах, что мы можем оставить вот это предложение, что Джон говорит «я герой», и когда мы переделываем его в косвенную речь, мы не меняем «я» на «он», мы оставляем «я», просто, соответственно, слушающий понимает, что в данном контексте «я» указывает не на того, кто говорит, а на вот этого самого Джона, который когда-то там что-то сказал. Соответственно, что получается? Получается, что все-таки монстры существуют, то есть есть что-то, что позволяет нам сменить значение местоимения «я» с говорящего в данный момент, в данном месте, на, соответственно, того, о ком, соответственно, идет речь. То есть значение «я» в данном случае меняется. Это означает, что раз значение «я» может меняться, значит, существуют какие-то такие операторы, которые могут повлиять на изменение значений параметра контекста, то есть, собственно говоря, вот этого самого агента контекста. А это значит, что капланамский тезис эмпирический неверен, монстры действительно существуют в естественных языках, пусть не в английском языке, но как минимум вот мы нашли один амхарский, и, соответственно, наличием монстров как раз-таки и объясняется вот этот вот сдвиг в значении индексикалов. То есть в одном контексте у нас индексикал «я» значит одно, в другом контексте, соответственно, индексикал «я» значит другое. По каплану вроде как такого быть не может, потому что всегда «я» указывает на того, кто совершает высказывание в данном контексте. То есть вот шленкеровская идея – это как раз-таки идея того, что мы объясняем специфику амхарского языка за счет того, что мы говорим, что нет, все-таки монстры существуют, просто в английском языке их нету, возможно, нету, а вот в амхарском как минимум один мы нашли, то есть он существует. То есть шленкер существование монстров признает, каплан существование монстров в естественных языках отрицает. Ну вот, приспозициональная концепция индексикалов Ашера и Хантер, как я уже говорила, она старается занять или пройти вот этот срединный путь между каплановским подходом и шленкеровским подходом к индексикалу. То есть цель у Хантера и Ашера точно такая же, как у шленкера, то есть показать ограниченность каплановского подхода, что все-таки не всегда индексикалы, соответственно, остаются в том же самом значении, в каком они задаются изначально, то есть остается у них то же самое значение. Но объяснение Хантера и Ашера предлагают другое, нежели, соответственно, чем у шленкера. Их объяснение предполагает все-таки сохранение тезиса вот этого эмпирического о запрете на наличие монстров в естественных языках. То есть они согласны со шленкером тем, что с каплановским подходом что-то не так, но они не согласны с тем, что шленкер предлагает все-таки ввести и наличие монстров в естественные языки. Ну, а как каплан они, соответственно, хотят сохранить тезис запрета на монстров, что, собственно говоря, тоже понятно, но отказаться от того, чтобы индексикалы всегда эвалировались в глобальном контексте. Ну, вот что имеется в виду под глобальным контекстом, сразу будет понятно, исходя из следующих. Пайп. Демонстрирует Хантер Ашер свою приспозициональную концепцию индексикалов на основании вот этих вот двух примеров. Там, конечно, в тексте есть еще другие примеры, когда они, ну, скажем так, в более детали частности свою концепцию погружаются. Но я думаю, что нам достаточно для общего представления посмотреть на вот эти вот два. Значит, первое предложение. Если бы Джон Керри выиграл выборы, то актуальный президент был бы демократом. Ну, вот как я уже, скажем так, упоминала, то вот the actual president в данном случае я просто оставила, как Алька, актуальный президент. И второе предложение. Если бы этот автомобиль был моим актуальным автомобилем, то, возможно, у меня была бы девушка. Ну, и в момент, соответственно, когда мы говорим вот на этот автомобиль, указываем, то есть вводим указательное местоимение, мы параллельно еще сопровождаем этот речевой указательный акт физическим актом, жестовым указанием на какую-то там вот красную спортивную, ну, в общем, красную спорткарту. Я дальше, где буду рассматривать, дальше буду рассматривать на примере предложения 1, то есть вот как раз-таки предложение, что если бы Джон Керри выиграл выборы, то актуальный президент был бы демократом. Хантер Ашер утверждает, что в Каплановском подходе вот это, соответственно, наше выражение актуальный президент, оно должно указывать на президента в актуальном мире. А в актуальном мире в данный момент, соответственно, когда Хантер Ашер писали эту статью, то есть это какой-то 2005, по-моему, год, президентом был Джордж Буш. Значит, раз эвалюация индексикалов чистых у нас всегда происходит в контексте высказывания, а в контексте высказывания, то есть в тот момент, когда это высказывание совершалось, актуальным президентом в актуальном мире являлся Джордж Буш, значит, вот это выражение the actual president должно интерпретироваться как указывающее на, соответственно, Джорджа Буш. Однако, собственно говоря, опросы пользователей языка, которые, видимо, провели Хантер и Ашер, хотя на самом деле они никаких статистических данных не указывают, никакой ссылки, просто вот замечательная фраза о том, что вот опросы пользователей языка, они противоречат этому выводу. То есть носители или пользователи языка склонны интерпретировать, то есть понимать значение этого предложения как такое, в котором фраза the actual president указывает все-таки на Джона Керри, а не на, соответственно, Джорджа Буша, про того, кто был реальным президентом в момент совершения высказывания в 2005 году. Это означает, что фактически пользователи языка производят эвалюацию выражения the actual F или там the actual president в мире все-таки контрфактического контекста, который, а, соответственно, этот мир вводится у нас как раз-таки антецедентом условного предложения. То есть вот это вот частичка, что если, ну, то есть при помощи союза «если бы» и дальше Джон Керри выиграл выборы. То есть вот этот вот антецедент условного предложения, он нам вводит, как бы создает контрфактический контекст, и в рамках этого контрфактического контекста уже происходит оценка выражения «актуальный президент». Ну и какой, соответственно, вывод мы делаем? Мы делаем вывод, что каплановский подход неверно предсказывает интуиции пользователей языка. То есть, как обычно, стандартное возражение, что вроде как подход нормальный, вроде как семантика рабочая, но если мы смотрим на то, как в действительности говорят и как понимают значение предложений и высказываний пользователей языка, то есть когда мы доходим до уровня уже коммуникации, получается, что этот подход как-то, в общем, не складывается с нашими интуициями. Пользователи языка говорят одно, а подход предсказывает другое. Если у нас, соответственно, предсказание не соответствует действительности, значит, что-то не так с нашим подходом, с нашей теорией. Ну, в общем, тут как бы структура аргументации знакомая почти всем, наверное, относительно как бы вот критики, когда говорится про критику каплановского подхода. Почему так происходит? Почему каплановский подход неверно предсказывает интуиции пользователей языка? Это все происходит из-за того, что каплан рассматривает, соответственно, the actual F как модальный оператор, который как раз-таки сдвигает мир эвалюации, предоставляемый нам контекст. А для того, чтобы совместить интуиции пользователей языка и, соответственно, нашу формальную чемонтику, которую мы для языка предлагаем, естественного, мы должны рассматривать тот самый the actual F, то есть наш индексикал, как оператор, который имеет значение для разрешения пресупозиции. То есть, собственно говоря, это и есть основная идея пресупозициональной концепции индексикала. То есть что происходит? Мы говорим о том, что индексикалы являются операторами, которые взаимодействуют с пресупозициями, которые вводятся, ну вот в данном случае определенные... Я тут написала определенные дискрипции, тут должно быть не определенные дискрипции, тут должно быть просто вводиться определенным артиклем. Я тут немножко подзатупила. То есть определенный артикль, собственно говоря, вот в английском языке, который the у нас и встречается. И фактически этот оператор дает нам, пользователям языка, инструкции, как эту пресупозицию необходимо, соответственно, разрешить. То есть понять значение всего целостного предложения. Если мы посмотрим на этот наш пример с Джоном Керри и актуальным президентом, то мы увидим, что в нем действительно существует определенная дискрипция, которая сама порождает некоторую пресупозицию. То есть существует только один х, который является президентом, и как раз-таки вот этот наш индексикал актуальный дает нам инструкции насчет того, что делать с этой пресупозицией. Связывать ее или, ну, я оставила кальку, не знаю, как переводят ли у нас, как это переводят на русский язык, но оставила вот кальку аккомодировать эту пресупозицию. В чем разница? То есть с пресупозицией есть, вроде, насколько, как бы, соответственно, мне известно, есть две основные, два основных способа, что, в общем, как разрешить пресупозицию. То есть понять, что с ней происходит. Первый способ — это вот связывание, вот этот самый байдинг, который всем знаком, как связывание, соответственно, переменных. То есть если у нас есть некоторая информация в дискурсе, то есть в предыдущем предложении, то мы, соответственно, можем связать наше, опять же, там, местоимение. Какой-то вот, как был мой пример, что Джон любит маму, она хорошая, то вот, соответственно, мы связываем переменную, привязываем ее к предыдущему предложению. Если, ну, например, давайте тоже другой пример возьмем, чтобы здесь было попонятней. Есть у нас высказывание «Джон вошел в свою квартиру». Для того, чтобы его проинтерпретировать, мы понимаем, что вот у нас тут есть местоимение «свой», ну и, по всей видимости, «свой» указывает на, соответственно, принадлежность тому, о ком идет речь в данном высказывании, значит, мы понимаем, что Джон вошел в квартиру, которая принадлежит ему самому, а не в какую-то чужую квартиру и так далее. То есть вот это называется связывание. Вторая операция, то есть второй процесс – это аккомодация. Акомодация отличается от связывания тем, что в случае связывания у нас в дискурсе информация предварительная есть, то есть в начале предложения уже было сказано про Джона, то есть мы знаем, про какой объект идет речь, и «свой» привязывается, соответственно, связывается с Джоном. А аккомодация происходит тогда, когда у нас предварительно в контексте или в нашем дискурсе нет предварительного упоминания. Но без проблем, соответственно, пользователь языка может восстановить, о чем идет речь, и, соответственно, вот получить эту самую пресупозицию, понять, о чем она нам говорит. Вот в качестве примера могу провести такое предложение, что Джон не знал, что есть разница между Суперменом и Кларком Кентом. В данном случае у нас нет предварительной информации о том, введенной, соответственно, в дискурс предварительной информации о том, что есть разница между Суперменом и Кларком Кентом, но, соответственно, из того, как это предложение построено, что Джон не знал, что есть разница между Суперменом и Кларком Кентом, мы можем сделать вывод, ну, точнее, как бы не вывод, а вот здесь включена, встроена пресуппозиция о том, что существует разница между Суперменом и Кларком Кентом. То есть мы, как бы, эксплицитным образом это нигде не выразили в дискурсе, однако мы, как, соответственно, компетентные пользователи языка, можем эту информацию, соответственно, из предложения восстановить. То есть она, как бы, предшествует, предполагается, пресуппозируется самому вот факту этого предложения, что Джон не знал, что есть разница между Суперменом и Кларком Кентом. То есть вот они два процесса разрешения пресуппозиции. Ну, по крайней мере, Хантер и Ашер говорят только про них, соответственно, про связывание и аккомодацию. Допускаю, что, может быть, есть что-то еще, но я с этим не знакома. И помимо, соответственно, вот того, что индексикалы дают нам инструкции для того, что делать с этой пресуппозицией, значит, связывать или пытаться соответственно ее аккомодировать, они еще нам, собственно говоря, помогают понять, в каком контексте мы должны эвалюировать, соответственно, эти самые индексикалы. То есть давать, соответственно, оценку и искать их референт. И в данном случае мы должны разграничивать глобальный контекст и локальный контекст. Глобальный контекст – это как раз-таки контекст, в котором содержится информация, в общем, в нем содержится информация о контексте высказан, то есть глобальный контекст это вот контекст по каплану, где у нас есть, соответственно, агент контекста, время контекста, место контекста и, возможно, мир, соответственно, контекста. И согласно пресупозициональной концепции индексикалов, индексикал актуальный, требует разрешения пресупозиции сначала в глобальном контексте, то есть необходимо сначала все-таки искать действительно вот референта именно вот в том контексте высказывания, в котором это высказывание происходит. Если мы находим подходящий антицидент, то есть тот, который дает нам наиболее естественное прочтение, опять же, совпадающее с нашими интуициями пользователей языка, компетентных. В общем, если мы обнаруживаем подходящий антицидент в глобальном контексте, то мы, соответственно, производим связывание с этим антицидентом, то есть вот этот байдинг происходит. Если же мы не обнаруживаем подходящий антицидент, но в принципе возможна аккомодация, то есть мы, опять же, будучи компетентными пользователями языка и будучи компетентными, я не знаю, членами сообщества, которые знают, как происходит коммуникация, мы можем каким-то образом произвести аккомодацию этой пресупозиции. Опять же, она будет считаться успешной только тогда, когда мы при помощи этой аккомодации получим непротиворчивое и прагматически подходящее прочтение для всего предложения. Ну и, соответственно, если мы нашли антицидент, значит, мы в глобальном контексте связываемся с ним. Если мы не нашли подходящий антицидент, то мы пытаемся, соответственно, провести аккомодацию в том же самом глобальном контексте. Но если в глобальном контексте невозможно ни связывание, ни аккомодация, то есть мы не находим подходящих референтов, и у нас не получается как бы дополнительную информацию, не данную нам в дискурсии, получить, то мы должны начинать процесс поиска от акцидента для связывания в локальном контексте. То есть мы должны уйти с глобального контекста на локальный контекст. Если мы находим этот антицидент, то мы производим связывание, если связывание не получается, то пробуем, соответственно, совершить аккомодацию. То есть такой вот, скажем, ступенчатый процесс здесь происходит. Сначала посмотрели, что происходит в глобальном контексте, первый этап связывания, связывание не получилось, пробуем сделать аккомодацию. Если ни то, ни другое не получилось, переходим в локальный контекст, снова пытаемся произвести связывание, связывание не получилось, пробуем, соответственно, осуществить аккомодацию. аккомодация, ну, соответственно, и так далее. Дальше Hunter-Rusher нам говорят, что мы должны всегда эвалюировать условные предложения, то есть вот эти вот контрфактические ситуации в мирах максимально близких, то есть максимально достижимых из нашего мира, где антецедент является истиной. Ну, то есть вот та частичка предложения, которая у нас вводится после слов «если». Глобальное связывание или аккомодация, то есть связывание или аккомодация в глобальном контексте для пресуппозиции выбирается таким образом, чтобы контрфактическое наше предложение, контрфактуал, был ложным или маловероятным. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы соблюсти прагматический принцип доверия, который является, соответственно, заявлением Hunter-Rusher прям частью пресуппозиции, то есть он встроен в пресуппозицию. Ну, вот по-английски он называется «principle of charity». Я посмотрела, вроде как у нас он переводится как «принцип доверия». Они его формулируют вот так, как у меня представлено на слайде, максимизируют шансы на истинность, соответственно, утверждения. Я тоже провела немножко поисковую деятельность по поводу этого, соответственно, прагматического принципа доверия. Понятно, что где-то вот он пробегает рядом с максимами Грайса и, соответственно, с принципом кооперации, если, соответственно, говорить про прагматику именно в этом смысле. Ну, вроде как бы первый раз вот эту формулировку принципа доверия предложил Нил Уилсон вот в статье 1959 года «Субстанции без субстрата». И идея там заключалась в чем? Что если у нас есть несколько предложений, в которых используется одно и то же имя собственное, то, а мы знаем, опять же, что имена собственные, они вроде как бы, да, с одной стороны должны напрямую указывать на объекты, но, тем не менее, мы знаем, что имя собственное может указывать и на множество объектов. То есть если у нас там есть имя Джона, оно указывает вроде как бы, да, в определенном контексте на конкретного объекта, но если мы не знаем контекста, то оно может указывать на множество объектов, которые именуют у нас, соответственно, Джона. Соответственно, если у нас есть какое-то множество возможных референтов для имени собственного в данных сделанных предложениях, то мы должны выбирать референт тот, который сделает предложение с наибольшей вероятностью, вот все эти предложения с наибольшей вероятностью истинными. То есть если мы, не знаю, давайте возьмем какого-нибудь Илона Маска, предположим, что у нас есть там три человека, три индивида, которых зовут Илон Маск, и мы делаем высказывание, что Илон Маск там руководитель чего-то там, SpaceX, Илон Маск, там, не знаю, гениальный изобритатор, и там, не знаю, например, Илон Маск, чего-то там, не знаю, придумал Starlink и так далее. То есть несмотря на то, что вроде как бы для того, чтобы понять значение этого предложения, нам неплохо бы установить объект, на который мы указываем при помощи, соответственно, имени собственного. Но раз мы знаем, что таких объектов три штуки, то вроде как у нас возникают сомнения, а на кого конкретно это, соответственно, имя собственно указывает. Ну вот как нам нужно интерпретировать в данном случае? А вот мы должны прибегнуть к прагматическому принципу доверия. То есть семантических принципов у нас нету, то есть у нас нет оснований для того, чтобы отбросить два возможных, соответственно, индивида и выбрать только одного. Мы отбрасываем, соответственно, два возможных индивида в качестве возможных референтов исключительно на основании этого самого прагматического принципа доверия. То есть выбираем в качестве референта именно того, кто с наибольшей вероятностью сделает наше предложение истиной. Ну, а если мы знаем, что это вот, например, индивид под номером 2, который вот конкретный там вот так вот выглядит, такого-то года там рождения и прочее, то есть обладает такими-то свойствами, то мы, соответственно, его и выбираем в качестве референта для имени собственного Иоанна Маска. А всех остальных, его, как бы скажем так, однофамильцев, одноименцев, мы отбрасываем, потому что они с меньшей вероятностью сделают, соответственно, наше предложение истинно. Ну, и вот дальше, насколько я поняла, похожую вещь о прагматическом принципе доверия утверждала и Дэвидсон в как раз-таки своей статье про концептуальную схему, но называл он его принципом рациональной аккомодации. Ну, я тоже аккомодацию не стала переводить, оставила здесь калькой. Речь идет о том, чтобы интерпретировать слова говорящего таким образом, чтобы они имели больше смысла. То есть в ситуации, когда у нас есть некоторая неоднозначность выражений, мы должны принимать, скажем так, на себя, может быть, это, конечно, не обязательство, но, скажем так, для того, чтобы у нас коммуникация могла происходить успешным образом между агентами этой коммуникации, мы должны предполагать, что тот, кто нам что-то говорит, то есть говорящие, когда мы занимаем позицию слушающего, он все-таки говорит что-то, что имеет определенный смысл. Ну, и то есть мы не должны предполагать, что он там у нас, я не знаю, является шизофреником, является некомпетентным пользователем языка, не знает, соответственно, значения выражений и так далее. То есть это некоторое такое допущение, которое мы принимаем для того, чтобы коммуникация у нас могла осуществляться. Ну, по всей видимости, если мы не примем этого допущения, то тогда вообще не очень понятен смысл коммуникации. Если считать, что каждый агент коммуникации, каждый говорящий, совершающий какой-то речевой акт, он там не знает значения своих слов, то как бы, а зачем вообще мы его тогда слушаем? Ну, вот в данном случае тут вот всякие вот эти вот прагматические аспекты значения языковых выражений включаются. Ну, и вот, по всей видимости, вот этот прагматический принцип доверия должен сохраняться, согласно Хантеру и Ашеру, даже когда мы говорим про интерпретацию, ну, то есть про эвалюацию, про поиск референтов для индексикала. Дальше, разобравшись, соответственно, с вопросом индексикала актуального, Хантер и Ашер кратенько рассказывают нам о том, что всю их концепцию, идею того, что индексикалы это вот, соответственно, являются, они, в общем, так или иначе дают нам инструкции для интерпретации пресупозиций, переносят и на другие индексикалы. То есть вот следующий блок, соответственно, это вот разбор того, как происходит интерпретация индексикалов другого вида. Вот здесь они нам утверждают, что если мы посмотрим на индексикалы сейчас и здесь, то они функционируют точно так же, как за Actual F, то есть предпочтительным является связывание в глобальном контексте, то есть опять точно так же, если нашли, соответственно, нашли подходящий антоцидент в нашем, соответственно, глобальном контексте, то связываем, если не нашли, то пробуем осуществить, соответственно, аккомодацию. Если ни то, ни другое в глобальном контексте не получилось, то, опять же, вот эти самые прагматические ограничения, а именно вот этот принцип доверия, который требует от нас все-таки постараться сделать осмысленными и истинными, максимально истинными, приближенными к истине высказывания говорящего, они, в общем, эти прагматические ограничения диктуют нам, чтобы разрешение пресуппозиции происходило в более локальном контексте. То есть мы начинаем, естественно, пытаться найти возможность для связывания или, если не получится, найти уже возможность для аккомодации в локальном контексте. Пример, который они здесь нам приводят, один из примеров. Каждый раз, как я приглашаю его в новый ресторан, он говорит, что был здесь раньше. По идее, опять же, если мы берем с вами каплановский подход, вроде как здесь должно оцениваться в рамках глобального контекста, то есть указывать на место, где совершается высказывание. То есть если я в данный момент совершаю это высказывание, сидя на кухне, то, соответственно, здесь должно указывать на кухню. Ну, то есть такой прямой, очень, в каком-то смысле, такой банальный, грубый способ интерпретации. То есть фактически это означает, что каждый раз, как я приглашаю его в новый ресторан, он говорит, что был на моей кухне раньше. Ну, то есть как бы не получается. Прагматические ограничения нам диктуют, что какая-то, в общем, какая-то безумная ситуация возникает в данном случае, не подходящая тому, как существует реальный мир окружающий. По всей видимости, нужно отказаться от поиска, соответственно, объекта для связывания или аккомодации в глобальном контексте. И переместиться, соответственно, в контекст локальный. А контекст локальный, это у нас в данном случае будет как раз-таки контекст разговора человека. И вот в данном случае здесь будет отсылать вот этому самому новому ресторану, а не к месту, в котором я совершаю данное высказывание. Следующий блок – это я и ты. Соответственно, тоже индексикала. Здесь ханты-расшер нам говорят, что условия разрешения пресуппозиции более строгие. То есть по сравнению с сейчас и здесь, когда, грубо говоря, мы можем их, соответственно, находить для них референты как в глобальном контексте, так и в локальном, то здесь, по всей видимости, глобальный контекст всегда будет преобладать. То есть вот именно поэтому условия разрешения пресуппозиции более строгие. Связано это с тем, что в глобальном контексте всегда содержит референта дискурса, ну, то есть агента дискурса, который связан с говорящим в контексте высказывания. То есть я и ты будут функционировать, ну, про ты они конкретно вот эту фразу не употребляют, но вот про я они говорят, что я будет функционировать точно так же, как и в капланском подходе. То есть вроде как бы вот эти все замечательные мои любимые примеры, что я сейчас не здесь или там со всякими этими записками телефонными, автоответчиками и так далее, они здесь не рассматривают. Ну, и, соответственно, так же, как и каплан, говорят о том, что я всегда указывают на того, кто совершает данное высказывание. Следующий блок, который они рассматривают, это ситуации вымышленных дискурсов. Вот то самое фикшн, какие-то, в общем, вымышленные, воображаемые, может быть, ситуации. Здесь что происходит? Здесь происходит, что нулевой контекст или, собственно говоря, глобальный контекст сдвигается в воображаемый контекст, то есть в локальный. И в рамках, опять же, этого локального контекста и происходит эвалюация. В качестве примера они здесь берут высказывание «Сейчас наш герой был счастлив». То есть представьте, что у нас идет какое-то повествование, какой-то рассказ, и в нем встречается, соответственно, выражение «Сейчас наш герой счастлив». По идее, вроде как бы мы сначала начинаем искать референт для слова, соответственно, сейчас в глобальном контексте, как нам каплан обычно и говорит. Соответственно, сейчас должно будет указывать либо на время написания этого предложения авторам, либо, соответственно, на время прочтения читателям. Но мы понимаем, что такое связывание неприемлемо. То есть, опять же, вот эти прагматические ограничения диктуют нам сделать, заставляют нас, грубо говоря, сделать данное высказывание каким-то осмысленным, понятным и истинным. Мы понимаем, что этого невозможно сделать, если мы будем производить связывание или аккомодацию в глобальном контексте. И мы начинаем искать момент времени в локальном контексте для того, чтобы, опять же, произвести либо связывание, либо аккомодацию. А локальный контекст – это и есть контекст, как я уже сказала, который вводится в вымышленный мир. Соответственно, сейчас отсылает к моменту времени, в котором происходит, соответственно, действие рассказа, повести и прочее. Следующий блок выражений – это демонстративы. Здесь они ссылаются на рассмотрение демонстративов как триггеров пресупозиций. То есть, что называется триггером пресупозиции? Некоторое выражение, которое запускает нам определенную пресупозицию. Ну вот, как, опять же, тот же самый определенный артикль «the» в английском, он является триггером пресупозиции о том, что такой объект существует и вроде как еще в количестве одной штуки. И вот эта идея о том, что демонстративы тоже являются триггерами пресупозиции – эта концепция была предложена Робертс, тоже где-то в 2000-х, по-моему, годах, могу ошибаться, но где-то они там на нее ссылаются. То есть, если интересно, то в статье можно будет посмотреть ссылку на эту, соответственно, ее работу. Что происходит с демонстративами? Точно так же предпочтительным, то есть первым, скажем так, шагом в интерпретации демонстративов мы пытаемся найти, произвести связывание или аккомодацию в глобальном контексте посредством демонстрации, то есть, а вот на что конкретно мы здесь сейчас указали. Ну, опять же, прагматические ограничения, тот самый принцип доверия, или, соответственно, семантические ограничения, про которые они тут указывают, опять же, вот обычный простой способ, ну, обычную простую ситуацию связывания переменных в выражении. В общем, они могут от нас требовать, чтобы демонстративы связывались в локальном контексте. Ну, я думаю, что ситуацию, в принципе, ну, похожую, вот как была с вымышленными дискурсами, тоже можно представить, что когда у нас там, например, слово «этот» указывает не на конкретную там чашку на столе, а указывает, соответственно, в вымышленном дискурсе, опять же, на, соответственно, какой-то там, не знаю, на локальный контекст, на вот какую-то чашку, о которой идет речь в данном случае. Дальше они делают упоминание о том, что имена собственные и определенные дискрипции в обоих, соответственно, прочтениях, хоть атрибутивном, хоть референциальном, тоже, возможно, будет рассматривать как, соответственно, способы для разрешения пресуппозиции. Но подробнее они об этом не говорят, возможно, оно, как бы, у них где-то разработано в других статьях. Я с этим не встречалась. Ну и, наконец, последний, соответственно, в данном случае пример, ну, то есть вот блок выражения, который они рассматривают, это наречие актуально. Ну, я тут все-таки добавила вот это на самом деле действительно, потому что уже на русском языке тут смотрится совсем плохо. А так-то на самом деле это вот производная от actual, то есть actually. Здесь они говорят о том, что данное наречие, оно обладает особой дискурсивной функцией, а именно оно служит для коррекции или эмфазиса в нашем, соответственно, дискурсе. И вот примерчик, который они приводят, что у нас там есть, например, коммуникация, есть говорящий, он говорит, Джон Керри президент. Ну и вот дальше мы говорим, actually, George Bush is the president. То есть на самом деле George Bush президент. То есть зачем нам требуется это выражение? Оно требуется нам для коррекции предыдущего утверждения, ну или в каких-то ситуациях требуется для эмфазиса какой-то информации. Ну вот в данном случае здесь, конечно, происходит коррекция. То есть тоже в данном случае, прочитав вот эту фразу, на самом деле George Bush президент, мы как бы считываем, будучи компетентными пользователями языка, презупозицию именно вот этой вот самой коррекции. То есть оно нужно для того, чтобы скорректировать информацию, введенную на предыдущем этапе, соответственно, в нашем дискурсе. Ну и, собственно, Hunter Rusher в итоге говорят о том, что да, их подход, соответственно, является, как я уже говорила, срединным между Каплановским. То есть не всегда, соответственно, индексикалы только в глобальном контексте связываются. Они могут связываться в локальном контексте. И зависит это, соответственно, как раз-таки от вот этих самых прагматических ограничений, вот этот самый принцип доверия. Потому что мы пытаемся каким-то образом сделать услышанное нами высказывание, прочитанное нами предложение адекватным, максимально истинным в рамках того дискурса, в котором мы находимся. И то есть на это все влияют не семантические факторы, а именно прагматические. Но, тем не менее, они в итоге, то есть они прямо сами указывают на это следствие из их подхода, что разные пресупозиции, они требуют разных разрешительных стратегий в зависимости от того, в каком контексте эти пресупозиции встречаются или какие, соответственно, триггеры для этих пресупозиций имеются. Но, собственно говоря, они вот пытаются представить такую, скажем, единообразную вот эту пресупозициональную концепцию индексикалов. Ну вот, видимо, понимая индексикалы более в расширительном смысле, то есть включая сюда, соответственно, демонстративы, плюс они еще привязывают сюда и наречия актуально, и именно собственные, возможно, и определенные дискрипции. Они, то есть, пытаются создать вот такую единую целостную пресупозициональную концепцию интерпретации определенного класса выражений. То есть они не столько референциальные с их точки зрения, сколько, соответственно, пресупозициональные. Если я не ошибаюсь, это, по-моему, все. Ну и вот, собственно говоря, спасибо за внимание. Давайте чего-нибудь обсудим, пообсуждаем, потому что я надеюсь, что есть вопросы и есть интересные суждения. А барканчик иллюстрирует, конечно же, вот этот самый процесс связывания. Ну что ж, спасибо за доклад. У меня есть вопрос на уточнение по поводу локального разрешения как раз. То есть если иногда в локальном контексте происходит разрешение, то получается, что какие-то другие операторы могут оказывать влияние на него. И это что, это подкрепляется вот амхарским языком или как-то еще? Может быть, есть какие-то другие примеры? Я поняла. Я думаю, что примеры есть, потому что вот этот вот вопрос об обсуждении возможностей монстров в языке, то есть возможности вот действительно эвалюации не в глобальном контексте, как они тут в ДРТ все говорят, а в локальном, вроде как я даже где-то видела, что в английском языке тоже такое возможно. По-моему, там что-то говорилось про как раз-таки выражение с модальностями. Я не помню точно, поэтому я не буду сейчас говорить то, что может оказаться неистинным, но я могу потом поискать. Но вроде как это действительно одно из таких, скажем так, интересных направлений в области исследований семантики, там и прагматике, и индексикалов, поиск вот эмпирических, вот таких эмпирических лингвистов, поиск таких языков, в которых все-таки возможны монстры. Но опять же, как бы теоретические лингвисты, они с одной стороны пытаются сказать, что, ну, одни говорят, что да, все-таки вот мы нашли монстров, они существуют, а другие говорят, что типа нет, давайте попробуем это объяснить без привлечения, соответственно, в наш теоретический аппарат вот этих самых монстров. Но другие языки вроде как бы тоже. Если я не ошибаюсь, по-моему, еще ссылались на венгерский язык. В котором вроде тоже есть вот похожая ситуация, как в Амхарском. Вот. Ясно. Ну ладно, спасибо. Если позволите, в отношении Амхарского языка не совсем ясно. Мне кажется, не во всех языках есть письменность, которая использует кавычки или какие-то аналогичные средства различения между прямой и косвенной речью. И поэтому анализ может быть неверным. Это там, где мы говорим о косвенной речи, на самом деле нужно иметь в виду прямую речь. В устной форме языка вряд ли возможно провести вообще подобное разграничение. Такое соображение. Ну да, нам в принципе в данном случае кавычки помогают, когда мы хотим вот на письме указать письменную речь, выделить точнее письменную, выделить прямую речь, поставив, соответственно, закавычив прямую речь, ну то есть поставив прямую речь между кавычками. Но мы же, тем не менее, все равно можем и косвенную речь таким образом передавать. То есть это вполне нормальная ситуация при, я не знаю, даже в любом контексте, не обязательно в вымышленном. В принципе, можем уже сказать, что Джон сказал, Джон говорит, что он герой. Не всякий же раз мы используем только прямую речь, чтобы избежать, соответственно, вот замены я на он. Но мы все равно же можем использовать косвенную речь. Это вполне себе хороший допустимый прием, и он часто много кем используется. То есть в речи понятно, что там как бы действительно не различить, но в письменной речи-то мы же тоже как бы переходим на косвенную речь. Ну вот перевод с английского на амхарский, и, может быть, подразумевают, что мы обязаны поставить кавычки. Ну, насколько я понимаю, как они вот объясняют, соответственно, лингвисты, именно вот изучающие амхарский язык, что нет, там никаких дополнительных, соответственно, элементов не нужно. Там вот просто, соответственно, используется местоимение, которое одновременно может использоваться и как для указания на себя, как на говорящего, и, соответственно, как для указания на того, о ком идет там речь, соответственно, который на себя до этого ранее таким образом указал. То есть вроде там никаких дополнительных значков нет. Ну, хорошо, но как-то подозрительно у ОРФ напоминает эта ситуация. А второй вопрос у меня. Как разрешить при субпозиции высказывание «Я мыслю, следовательно, существую»? Ох, это вы хороший вопрос задали. Ну, если мы принимаем подход ДРТ, то мы должны пытаться проинтерпретировать данное высказывание не взятое в отдельности, как я мыслю, следовательно, существую, а как, соответственно, часть определенного дискурса. Мы знаем, что данное высказывание принадлежит дискурсу работы Декарта, соответственно, вот, медитации Декарта. Как они там у нас на русский-то переводятся? И мы понимаем, что для интерпретации этого выражения, ну, предложения, нам необходима предварительная информация, то есть вот в эту ДРС загрузить информацию об объекте, который данные высказывания совершают. То есть как только мы в этот прямоугольничек ДРС загрузим объект, а объект у нас, ну, то есть говорящий, это, собственно говоря, сам Декарт, то следующий ДРС, в который у нас будет вводиться уже местоимение «Я», «Я» будет отсылать на введенный ранее в ДРС объект под именем Декарт. Соответственно, в данном случае «Я» будет просто указывать на говорящего. В данном контексте это будет Декарт. Ну и, соответственно, в любом контексте, в любой ситуации, в смысле, я имею в виду, не в логическом, не в капронском смысле контекста, в общем, в любой ситуации, как кто-то произносит «Я» мысли, следовательно, существую, нам необходима предварительная информация в ДРС загружена о том, кто является объектом, который делает это высказывание, ну и, соответственно, дальше «Я» указывает на него. Спасибо. Ну тогда, получается, «Я» мыслю, следовательно, Декарт существует. Ну, в данном случае мы же не... Если мы говорим на латыни, там же стоит «Cogita ergo sum», и они, если я не ошибаюсь, Лев, ты, по-моему, больше знаешь по поводу грамматики латыни, поправь меня, если что, что «Cogita» — это в единственном числе первого лица, и, соответственно, вот «Ergo sum», оно тоже, ну, то есть «Ergo» и, соответственно, «Sum», оно тоже указывает, оно поставлено в единственное число первого лица. То есть я не могу сказать «Я» мыслю, следовательно, он существует, ну, типа имею в виду Декарта. То есть у нас все равно глагол-то сохраняется в той форме, которая соответствует употреблению местоимения первого лица единственного числа. А ну хорошо, тогда получается, Декарт мыслит, следовательно, Декарт существует. Ну да, да. Ну и зачем он нам это писал? Ну, это уже другой вопрос, зачем он нам это писал. Он пытался показать это как самую очевидную истину, на которую можно вывести, построить все основания нашего здания. Я не думаю, что ДРТ должно, как бы, отвечать на вопрос, зачем кто-то делает определенные высказывания, совершает определенные высказывания. Это хороший вопрос. Возможно, он даже, ну, то есть, мне кажется, он имеет прагматический характер в данном случае, если мы задаемся вопросом, а зачем человек сделал вот такое высказывание. Но, опять же, мы основываемся на каких-то, видимо, прагматических принципах, которые, ну, в смысле, вот, видимо, грайсовского смысла, слова прагматика, на каких-то прагматических принципах, которые регулируют нашу коммуникацию. Что если человек там сделал какое-то высказывание, то он все-таки хотел нам что-то этим сообщить. Теперь надо выяснить, соответственно, а чего же он там имел в виду. Да, ДРТ говорит, что она занимает вот тоже вот этот срединный путь, срединное положение между семантическим и прагматическим подходом. Вроде как бы она не то и не то, а комбинация и того, и другого. Но каких-то вот в данном случае конкретного какого-то, не знаю, ответа от прагматической части ДРТ на вопрос, зачем Декарт нам написал, что он мыслит, следовательно, существует, я не думаю, что мы можем тут получить. Хорошо, спасибо. Мне кажется, по поводу высказывания Декарта может, ну так, неформально это все быть объяснено следующим образом, что по контексту мы понимаем, что речь идет не о нем, конкретном субъекте Декарте, а о некотором абстрактном субъекте, то есть каждом, который мог бы поставить себя на место говорящего вот это высказывание. И поэтому в данном случае как раз если бы ДРТ смогла каким-то образом вытащить вот этот вот эту структуру из контекста и показать, как там задается этот абстрактный, универсальный, возможный референт, то тогда получилась бы правильная интерпретация для любого, кто бы ни был в таком-то контексте говорящим, если он, значит, мыслит, то он существует. И тогда, ну, понятно, как бы, тогда интерпретация, которую мы получаем с помощью лингвистического метода, она соответствует тому, как мы понимаем это высказывание с точки зрения философии. Но, наверное, это не очень просто сделать как-то достаточно строго и чисто. Потому что там все-таки очень много прагматики, когда мы читаем философские тексты. Ну да, хорошее замечание, я тут с тобой согласна, да. То есть в каком-то смысле ДРТ нужно, если вот пытаться сделать то, что ты предложила, ДРТ нужно каким-то образом объяснить, как мы, соответственно, переходим от выражения, которое, ну, как бы, изначально в языке задумано для указания на какой-то один конкретный объект, который в данный момент совершает какое-то высказывание, переходим, соответственно, к указанию при помощи этого же самого выражения к множеству объектов, которые могли бы совершить это высказывание. То есть тут что-то типа какого-то, я не знаю, более обобщенного значения у я приобретается. Это вот как в пословицах там и поговорках, типа вот, что посеешь, что и пожнешь. Оно, по идее, вроде как бы на ты обращается, что ты посеешь, что ты пожнешь, но понятно, опять же, вот опять же, видимо, прагматические принципы коммуникации позволяют нам понять, что это мы не конкретному человеку, соответственно, обращаемся к нашему собеседнику при помощи, используя выражение местоимения ты, а вот такое вот абстрактное, безличное какое-то. Вот в данном случае, возможно, это вот что-то сходное с этим должно в ДРТ быть произведено. Ну, еще тогда по этому же поводу, а может быть неразрешимость можно толковать как и некоторое положительное свойство, может быть, не обязательно, все всегда мы должны стремиться разрешить при субпозиции. Ну, как мне кажется, невозможность, ну, то есть, понятно, что мы не всегда на самом деле разрешаем пресупозиции, мы не всегда их так, ну, неформально говоря, считываем, соответственно, эти пресупозиции, но просто считывание опять же этих пресупозиций, то есть, разрешение этих пресупозиций, оно позволяет сделать нашу коммуникацию более осмысленной и более успешной, что ли. Потому что, если я, например, если мы возьмем опять же определенный артикль в английском языке, который нам вводит вот эту пресупозицию существования единственного объекта, существования объекта и его существование в единственном числе, то, ну, оно облегчает понимание, оно облегчает коммуникацию. Если я скажу, например, сделаю выражение «the actual president is good», например, человек, который считывает эту пресупозицию, вводимую определенную данным артиклем и, соответственно, индексикалом актуальный, он даже не зная, соответственно, там, политического устройства моей страны, но зная, как используется артикль «the» и, соответственно, прилагательное actual, индексикальное прилагательное actual, он сможет понять и не будет меня спрашивать, а про какого президента ты имеешь, ну, про какого президента ты говоришь. Ты уже понимаешь, что этот президент существует, ну, вот этот объект, которого я проименовала актуальный президент, он существует в одной единственной штуке и он существует. То есть у нас снижается, как бы, скажем, количество вопросов на уточнение, которые могут возникнуть в коммуникации, если мы считываем пресупозиции, считываем их правильно, опять же, ну, то есть разрешаем их, если говорить более корректно, ну, и, опять же, это упрощает и повышает успешность нашей коммуникации. Вот у меня еще есть пример, теперь я не декартовская, а свое собственное приведу высказывание. Все будет хорошо, все мы умрем. Как трактовать здесь все? Если это привязать к какому-то актуальному множеству собеседники, к которым я могу обратиться, то будет как-то неинтересно. Мне кажется, будет неинтересно. так же теряется философский смысл моего высказывания «все будет хорошо, все мы умрем». Ну, тут сложность заключается, на мой взгляд, она не столько в индексикале «мы» заключается, хотя, наверное, хотя, нет, наверное, все-таки в индексикале. Я просто подумала, что тут у нас же есть наше квантерное выражение «все», и непонятно в каком контексте и в каком смысле она употребляется. Соответственно, в широком смысле, когда мы имеем в виду все множество объектов, к которому принадлежит говорящий и наша задача выяснить, какого множества объектов принадлежит говорящий. Например, мы говорим, что он принадлежит к множеству хомо-сапиенсов и тогда фактически говорящий утверждает «все будет хорошо, все хомо-сапиенсы умрут». Это получается такой широкий контекст, если мы берем для интерпретации, для оценки. А если мы берем контекст, соответственно, более локальный, если, опять же, мы знаем ситуацию и говорящий говорит, соответственно, указывает при помощи вот этого «все мы», имеет в виду «все мы», там, не знаю, например, находящиеся в одной аудитории, то есть, соответственно, в данном случае «мы» будет указывать на множество объектов, находящихся в аудитории, а не на множество всех хомо-сапиенсов вообще. И в таком случае говорящий сообщает, что «все будет хорошо, все находящиеся в этой аудитории умрут». Так что, да, то все-таки, наверное, скорее всего все-таки «в мы» здесь затык небольшой существует. То есть вопрос тут заключается в том, а к множеству каких объектов себя причисляет говорящий, потому что он может себя причислять к множеству, соответственно, разных объектов, к хомо-сапиенсам, к находящимся в аудитории, не знаю, там, живущим в городе Екатеринбурге и так далее, и так далее. У меня тогда связанный вопрос. Мне по каплану тогда становится не совсем ясно, что такое глобальный контекст для «мы». Для «я»-то понятно, а для «мы» это какой глобальный контекст должен быть? А «мы» не является чистым индексикалом по каплану. Блин, вывернулся. То есть у каплана, насколько я помню, чистых индексикалов только три. Это я здесь и сейчас. Почему Хантер и Ашер говорят про то, что актуальный тоже является чистым индексикалом и вроде как по каплану, я не знаю. Может, я что-то не помню. Может, я что-то не знаю. Может быть, каплан что-то потом добавил и сказал, что актуальный тоже является чистым индексикалом. Но вот если брать его классическую вот эту вот работу логика демонстративов и так далее, дальше продолжение, там у него четко написано, что вот чистые индексикалы и true demonstratives, там подлинные демонстративы. Вот чистые индексикалы это только я здесь и сейчас. То есть только их значение всегда фиксировано правилами и, соответственно, употреблению в языке. Ну, вот этот самый характер, который задается. А мы в этом плане, да, как бы оно фиксировано относительно того, что мы это множество объектов, которым и прочисляет себя говорящий, но вот какое конкретное это множество, оно уже зависит как бы от каких-то дополнительных факторов, ну и вот поэтому он, соответственно, и не чистый индексикал. фиксировано. Я думаю, что актуальный тут речь зашла в связи с каплановским оператором Дзет, который, ну, можно в речи выражать именно этим словом наиболее точным. А, ну вот, кстати, да, да. Но вообще каплановская это семантика для индексикалов и демонстративов. Она же, ну, как бы, она построена просто как схема и при этом может быть сам каплан об этом говорит, ну, или, может быть, как бы вслед за ним стали говорить, что на самом деле количество вот этих ячеек, скажем так, в кортеже, который определяет у нас контекст, оно может быть определено как-то совершенно произвольно, не обязательно, чтобы там были только агент места и время. Вот. И если включить туда какую-то какое-то сообщество релевантное для приписывания значения индексика лумы, то тогда все и по каплану получится очень хорошо. Просто вот, да, проблема в том, что у каплана контекст один и он статичный. Он не может меняться после каких-то там в общем, после вычисления высказывания каких-то частей нашего предложения. Да, я тут тоже с тобой согласна. Ну, собственно говоря, вот поэтому ДРТ и говорит, что нам нужно соответственно менять подход к значению, нужно менять, представлять значение в динамическом аспекте, потому что оно как бы не соответствует тому, как в действительности языком пользователи этого языка пользуются. Но вот это, что ты говорила по поводу того, что можно добавить дополнительные параметры соответственно в задание контекста, это как бы существующая идея, она как бы самая такая очевидная, но насколько я знаю, существуют возражения как раз таки вот о пролиферации параметров, что мол, если мы начинаем добавлять вот к этому фиксированному статичному набору параметров, которые предлагает нам каплан для определения контекста высказывания, то мы так вообще никогда не остановимся, и это в общем невозможно будет создать никакую нормальную систему, которая соответственно поможет нам это вычислять. Поэтому типа вот вариант, а давайте добавим еще чего-нибудь в качестве параметра контекста, он как-то, ну как я по крайней мере понимаю, вот исходя из чтения соответствующей литературы, что этот вариант как бы считается, ну этот вариант решения, он считается как бы, ну, нехорошим, мягко говоря, что типа вот, а не надо так делать, потому что добавив, например, там кто-то там любитель добавить интенции, давайте добавим интенции говорящего сюда, возникает вопрос, что делать с этими интенциями, как их определять, мы же вроде как интенции определяем только после того, как соответственно высказывание было совершено, как вы собираетесь определять значение высказывания, предварительно узнав интенции, не услышав сначала соответственно это высказывание и так далее, то есть круг вот этот получается и так далее, в общем, все, что мы, ну то есть то, что ты предложила, добавить туда, например, некоторое сообщество, ну то есть как какое-то, не знаю, мы же не можем туда напрямую сообщество добавить, мы можем добавить туда только, соответственно, какой-то набор значений, выражений, которые употребляются в этом сообществе. Ну, то есть, типа, словарь, грубо говоря, загрузить, если по-простому совсем. Типа, вот, мол, у нас вот это означает это, а вот это означает это. Вот, но насколько, опять же, тоже можно сделать. Просто множество людей, которые являются... Которое обозначается словом «мы» и всё, больше ничего. Про язык их можно ничего не говорить. Ну, это, наверное, будет равнозначно добавлению интенции. Нет, почему же? Ну, это кусок интенции, как бы. Да, это кусок интенции, что они решают вот так использовать слово «мы». Это, как бы, с точки зрения метаязыка кусок интенции. Но когда мы уже его в метаязыке проинтерпретировали, то в самой семантике у нас никакой интенции нет. У нас есть просто множество. Красивое, удобное. Ничем не хуже, чем один агент, который у нас обозначается словом «я». Ну, в принципе, да, если мы это предварительно сделаем. Но так или иначе, мы всё равно, получается, должны предварительно разобраться с вот этим вот куском интенции. То есть, а что это вдруг, соответственно, они употребляют слово «мы» вот таким образом. То есть, у нас, грубо говоря, тогда лексическое, ну, вот то, что называется «lexical entry», то есть, ну, как это перевести на русский-то, лексическая запись для значения слова «мы», условно говоря, в словаре, нам необходимо либо два словаря, либо, соответственно, две лексических вот этих самых «entry» под одним словом. То есть, одно будет означать просто множество говорящих, множество, в которое включает себя говорящий, а второе, соответственно, значение, либо второе, соответственно, «entry» – это то, как говорит вот это наше множество людей. То есть, у нас либо два словаря, либо в одном словаре два значения. Ну, с другой стороны, вот так мы интерпретируем употребление «мы». Да, мы заходим в какую-то комнату, например, и слышим, как там кто-то из выступающих говорит, «мы сегодня там пойдем в кино», например. Мы понимаем, что он имеет в виду, там, ну, скорее всего, этот говорящий имеет в виду вот тех людей, которые в этой комнате присутствуют, и не имеет в виду никого, кто за пределами этой комнаты. Ну, то есть, он может, конечно, иметь в виду, там, например, свою семью, там, да, или там своих друзей, но для этого нужен какой-то дополнительный контекст. По умолчанию мы считаем, что вот те, кто присутствует здесь, и мы не интерпретируем его, как будто бы он говорит, «мы все люди, вообще все, сегодня пойдем в кино». Мы заранее предполагаем, что мы ограничены каким-то, ну, не знаю, местом, что ли, употребления. Ну, да, то есть, это какие-то, опять же, по всей видимости, совершенно не семантические факторы. По всей видимости, какие-то вот коммуникативные, включенность, соответственно, в определенную ситуацию, в определенный контекст. Не в смысле каплана контекста, а просто. По идее же, есть еще замечательное в английском языке безличное местоимение one, которое можно использовать и в значении мы фактически. то есть, то, что, например, если мы там пишем статью на русском языке, мы там, в принципе, это допустимо, написать, что мы интерпретируем высказывания таким-то образом. В английском языке, если писать статью на английском, ну, в моем опыте встречи с написанием статей на английском языке носителями языка, они не будут писать, что we interpret. Они напишут, что one interprets. А фактически речь-то идет о том, что вот это вот множество, оно интерпретирует. То есть у нас просто не... Местоимение мы у нас одновременно может... Ну, то есть вот я не уверена, может ли оно выполнять вот такую именно безличную функцию. Всегда ли говорящий включается в это число мы? В английском можно убрать как бы себя из этого множества и вместо we сказать one. Хотя, по идее, тоже будет предполагаться, что вот есть некоторое множество, и, соответственно, возможно, говорящий туда в него входит. В общем, безличная вот эта one иногда может иметь значение мы. По всей видимости, тоже прагматические какие-то факторы влияют на то, почему мы выбираем вот такое выражение, соответственно, а не вот такое. У меня еще есть... Ну, не то, что вопрос, а скорее приглашение к обсуждению, что ли. Как раз-таки вот по поводу этого самого прагматического принципа доверия, про который Хантера Ашерта здесь говорят. Насколько как бы... Ну да, я сама вроде сказала, по-моему, в докладе, что если мы не будем этого принципа доверия прагматического придерживаться, то у нас как-то смысл всей коммуникации отпадает. Но насколько как бы, скажем так, приверженность этому принципу доверия в коммуникации с каким-то, соответственно, агентом или с множеством агентов, на самом деле как бы этой коммуникации все-таки помогает. А что если, предположим, ситуацию, что на самом деле большинство коммуницирующих с нами агентов делают утверждения, которые... Ну то есть они действительно либо бессмысленные, либо являются ложными. А мы их стараемся интерпретировать так, чтобы максимизировать, соответственно, идею того, что они являются истинными. То есть по идее с ними нужно по-хорошему, если они говорят бессмыслицу или, соответственно, ложность, коммуникацию прекратить. А мы продолжаем, соответственно, с ними коммуникацию на основании того, что, ну нет, скорее всего, они же имели в виду вот это, вот это, вот это, чтобы, соответственно, сделать их высказывание истинным ну или каким-то, соответственно, там осмысленным. В каком-то смысле. Насколько как бы это нам действительно помогает в коммуникации? Ну вот, мне кажется, у Дэвидсона все достаточно прозрачно в этом плане. Он разрабатывает условия истинностную семантику. Их значение определяется через знание условий истинности. Поэтому если человек не знает условия истинности, то человек и не понимает значения. А знание условий истинности дает знание значений. Вот, это как бы уже ответ. И Дэвидсон даже выстраивает доказательства метода от противного. Если большинство убеждений некоторого индивида считаются ложными или оказываются ложными, то в данном случае соответствующий индивид не знает того языка, на котором он говорит. потому что он не знает условий истинности собственных высказываний. Он не понимает тот язык, на котором он говорит. Но если он не понимает тот язык, на котором он говорит, то он не является существом рациональным. Не очень понятно, а почему? Ведь человек может вполне понимать условия истинности, но просто быть глобально фактически как-то обманутым или заблуждаться очень сильно относительно огромного большинства фактов. Ну вот по Дэвидсону это как раз невозможно. Если он заблуждается в отношении большинства фактов, то он не понимает значения собственных высказываний, большинства собственных высказываний. И он не знает собственный язык. А если он не знает собственный язык, то он не является существом рациональным. Без пояснения как-то это трудно усвоить и принять на веру. Ну это только в случае, если мы придерживаемся условия истинностной семантики. У Дэвидсона это даже все проводится через классическую тарскианскую семантику. Значение как бы занимает место предиката истинности. Что-то вроде этого выстраивается. Вот насчет того, что именно должен максимизировать человек для того, чтобы прагматически и корректно интерпретировать утверждения. Это хороший вопрос. Мне кажется, что максимизация истинности проходит не всегда. Потому что в этом случае, например, нам нужно будет интерпретировать некоторые неоднозначные высказывания предпочтительно как тавтологии, чем если они являются как-то только вероятно истинными. Хотя кажется, что в здравом уме говорящие, кроме редких контекстов, скажем, на уроках логики, тавтологиями не изъясняются. Поэтому, может быть, вариант максимизации смысла он более удачный, если бы только иметь точное определение того, что значит это вот количество больше или меньше смысла. Принцип Дэвидсона, он не распространяется на область прагматики, он распространяется только на область семантики, а семантика является условием истинности. Если мы говорим о прагматике, то это вряд ли пройдет. Надо что-то, наверное, другое тогда строить, чтобы придерживаться соответствующего принципа. Тарского явно недостаточно для прагматики. Я не знаю, как тут быть. Вообще, в каком-то смысле, мне сейчас кажется, что вот этот прагматический принцип доверия, ну, по крайней мере, если вот в этой формулировке брать, как у меня тут, соответственно, ну, то есть вот как Хантер Ашер предлагает, что максимизирует шансы на истинность утверждения, то есть интерпретирует, соответственно, на слова говорящего так, чтобы они были как бы общим. Рассматривая их как максимально истинные, соответственно. То есть, по идее, вот это же попытка со стороны третьего лица постараться объяснить поведение, ну, там, грубо говоря, первого лица. Понять, соответственно, что он там делает и почему. То есть, и вроде как бы получается, что вот этот прагматический принцип доверия, он, ну, в каком-то смысле следует из метафизического принципа приватности всяческих наших там ментальных состояний и прочее. Ну, потому что если приватности ментальных состояний не было, то, соответственно, нам не надо было никакие шансы максимизировать, мы бы и так всё нормально понимали. А если, соответственно, мы допускаем, что у нас наше там ментальное состояние приватное, поэтому как бы объяснений поведения мы получить не можем реальных от другого, соответственно, человека с позиции третьего лица, ну, вот, значит, придётся допускать, что они вроде как типа рациональные, но точно такие же рациональные, как и я, и, значит, соответственно, будут делать только истинные утверждения. Кажется, тут дело не в приватности, а в замыкании языка на мета-язык. Смотри, значит, что такое принцип доверия? Это в сущности предположение, что наш собеседник так же знает, так же хорошо знает нингвистические конвенции, как и мы, то есть правила употребления слов, грубо говоря. И, значит, как бы мы могли в этом убедиться? Мы могли бы его спросить, а вот ты знаешь, что означает, скажем, слово «я»? И он бы сказал, ну, конечно, я знаю, что означает слово «я». Например, если я говорю «я», то это слово означает «меня». Если ты говоришь «я», то это слово означает «тебя». Ну, или там, если он лингвист, он мог бы сказать, что слово «я» – это такое слово, референтом которого является агент контекста в тех случаях, когда этот агент существует или что-то в этом духе. И это было бы правильное объяснение, но проблема в том, что оно было бы дано на том же самом языке, на котором изначальное высказывание было бы дано. И для его интерпретации, опять же, ну, то есть поехал Витгенштейн, для его интерпретации нам опять потребовалось бы предположение о том, что человек, который дал нам это объяснение, понимает, что он сейчас сказал, и мы бы никуда таким образом не продвинулись. И поэтому единственное, что он нас может спасти – это вот такое вот прагматическое решение отсечь все вот эти вот выяснения, кроме тех случаев, когда человек говорит, ну, что-то явно несообразное, и тогда у нас есть особые основания к тому, чтобы ему, как к компетентному говорящему, не доверять. Да, мне кажется, то, что ты сказала, оно никак не противоречит тому вот той идее, которой я сказала, что он следует из вот этого метафизического принципа о приватности ментальных состояний. Потому что, да, мы не можем выяснить, понимает ли человек другое значение слов, потому что мы вот попадем вот в этот бесконечный регресс, поехавший в Витгенштейн, про которого ты сказала. Да, ну, типа, была бы у нас возможность выяснить и заглянуть в голову, посмотреть на это ментальное состояние, понимание или знание значения такого-то слова, у нас бы получилось, но оно, соответственно, невозможно, поэтому вот приходится, да, пользоваться такой вот прагматической, не знаю, неуловкой, но какая-то, не знаю, такая, в общем, прагматическим лайфхаком, что ли, что-то такое. Ну, конечно, противоречия тут нет, но мне кажется, что приватность ментальных состояний, это как бы слишком далекая причина, чтобы ее здесь и тягивать, а вот более непосредственно, это то, что мы все время изъясняемся на объект в языке, а для того, чтобы, значит, нам обходиться без принципа доверия, нам надо время от времени переходить до мета-языка, мы не умеем. Ну, да, да, я согласна, я к тому, что я как раз имела это в виду, что это очень сильно далекая, далекий предшественник идеи возникновения прагматического принципа доверия, вот прям туда, как бы сильно-сильно в область метафитики. А так-то, да, если вот на уровне коммуникации остановиться, на уровне языка, то да, да, я совсем согласна, что ты сказала. А как вам такое? Я просто проводил соцопрос среди своих студентов на одном из первых занятий, что означает слово «я». Ну, вот у обычных людей, собственно говоря, которые страдают от всех вот этих вот здравых смыслов и не только. Самый популярный ответ, что «я» указывает на личность. А что такое личность, они не знают, но при этом словом «я» они пользуются постоянно, словом «личность» они тоже пользуются постоянно. Да что это такое, повторюсь, вообще даже близко, не знаю. И даже, ну, как бы, если их заставить объяснять, они тоже понятен, о чем речь идет. Ну, да, паттным, все дела. Не обязательно знать полностью значение выражений естественного языка, чтобы ими, соответственно, пользоваться. Хороший вопрос, относится ли это вообще ко всему множеству выражений естественного языка или только к некоторым? Ну, вот, а-ля там все эти термины естественных видов и так далее, что, мол, нам, в принципе, не особо важно вот прям сто процентов золота там перед нами или не совсем с какими-то предипесями золота, но мы, тем не менее, его все равно называем, этот объект золотым. Или это относится вообще ко всем выражениям естественного языка, вот, включая там вот лексикалы, какие-нибудь, соответственно, там базовые выражения, там, не знаю, союзы логические, типа и, и, и так далее. Там, не знаю, квантеры и прочее. То есть выносятся ли вот эти, соответственно, какой-то, если существует ли какой-то набор базовых выражений, значения которых мы точно должны знать, иначе у нас не получится говорить. Или мы, тем не менее, все равно можем говорить и понимать, соответственно, язык, не зная значения, точного значения вообще всех возможных выражений, какие у нас есть в языке. Вот тут я не знаю, тут у меня позиции нет. А то, что ты привел, это, по-моему, вот в чистом виде ситуация, которую Паттнер описывает. Ну, не знают, но говорят. Должны ли мы из этого следовать при интерпретации их высказываний полагаться, должны ли мы полагаться при интерпретации высказываний студентов на прагматический принцип доверия? Я не знаю, я бы из опыта общения со студентами этот принцип не полагалось. Там лучше работает неподставленный тобой прагматический принцип недоверия. Потому что, опять же, я же не случайно эту историю привел, потому что если их заставить при этом анализировать значение слов, ну, банально искать референты, что для я, что для личности, они находят. И это, на самом деле, то, что больше всего меня, ну, как бы, пугает в каком-то, наверное, смысле. Потому что вот Паттнеровская идея про незнание значений, ну, да, она выглядит разумно. Действительно, не знают нифига значения слов те, кто говорят на языке, но потом, если начать им активизировать внимание на том, что они не знают этих самых значений, они внезапно начинают эти значения находить. А как они это делают, если они не знают значений? Ну, мы же всегда можем свернуться в сторону значения как употребления. Типа, употребляет норму. Да, употребляет норму, но потом спрашиваешь у студента, что такое личность, и он внезапно начинает задумываться реально об этом. О том, что такое личность на самом деле. И, ну, поехали все тексты про дождество личности и не только читать. Ребята, ну, вы просто хотите от студентов, чтобы они сразу понимали вопрос в нужном контексте. Вспомните о том, как используют слово «я» психологи. И большинство людей, которые не являются лингвистами и не настроены изначально на то, чтобы анализировать буквальное употребление слов, когда их спрашивают на полном серьезе, что такое «я», они думают, что ответ не может быть настолько простым, что вот «я» это просто говорящий. Они начинают думать, что их спрашивают о каких-то там концепциях, о каких-то, значит, их представлениях, представлениях о том, что такое «я». И у них поднимается весь этот психологический бэкграунд. И обратите внимание, то, что я сейчас сделаю, это самое настоящее применение принципа доверия к тем высказываниям, о которых говорит и я. И у меня отлично получается. Ну, да, я согласна с тобой. То есть они, грубо говоря, сразу пытаются найти, ну, объект, на который, соответственно, это слово указывает, что, в принципе, нас снова приводит к тому, что вроде как, типа, референциальная теория значения, она такая самая прям, ну, адекватная, что, типа, каждое слово должно на какой-то там объект указывать, неважно, конкретный там физический или абстрактный какой-то, не физический. Но то, что ты сказала, оно может быть опровергнуто тем, когда, ну, точнее, как бы другим экспериментом над студентами, когда им дается не просто я, как вот Илья предложил, что мы задаем просто вопросу, что такое я. А когда им дается некоторое высказывание, например, там, я чего-то там, не знаю, я сегодня сделал домашнее задание. И когда их просят проинтерпетировать, а что здесь значит я, они по-прежнему выдают вот эти идеи про личность и прочее. То есть даже в контексте сделанного высказывания, в контексте дискурса и еще чего-то, они не, как бы, не считывают вот тот контекст, который, ну, вот про то, что ты сказала, про вот эти контексты, различия разных контекстов, контекст, про который мы спрашиваем, контекст, который они имеют в виду, они не считывают контекст для определения я как того, кто говорит. Но, тем не менее, они считывают контекст, как бы, лингвистически, условно говоря, контекст прямого значения для определения слов сделать, ну, это что-то, соответственно, выполнить там, домашнее задание и так далее, сегодня и прочее. С я у них это не работает. Не знаю, а если их спросить, например, так, представьте себе, что высказывание я сегодня не сделал домашнее задание, произносит Иванов, и кто тогда в этом случае обозначает слово «я» в этом высказывании? Почему они не скажут, что оно обозначает Иванова? Ну, они скажут Иванова, они не скажут, что оно обозначает того, кто совершает это высказывание. То есть перейти от, я бы так сказала, примитивного понимания о том, что «я» указывает на объект, который его произносит, скажем так, на более теоретический уровень и сформулировать определение «я» как того, кто совершает данное высказывание. Вот этот переход у них не происходит. То есть они интуитивно определяют как референта «я» того, кто говорит данное высказывание, но сделать, соответственно, из этого какой-то обобщительный вывод о том, что «я» это тот, кто говорит в данный момент, в данном месте, они не могут. И по идее получается, что, а это же как бы словарное значение слова «я», получается словарного значения слова «я» они не знают и сами вывести его не могут. Тем не менее, они все равно используют это слово и вполне себе вроде как бы в коммуникации успешно. То есть насколько я понимаю, у Ильи вот это именно, вот этот затык между незнанием словарной статьи про слово и тем, что они, соответственно, это слово используют и понимают. Да бог с ней со словарной статьей. У меня не совсем в этом, но ты, да, близка действительно к тому, о чем я говорю. Нет проблемы, что они через «я» отсылают к... Да и очень многие люди отсылают к еще более сложным вещам. То есть там кто-то, например, начинает рассказывать про то, что там, я не знаю... Я справедливый человек. То есть это что такое вообще? Что такое справедливый человек? Понятия не имею. Референту этого высказывания где? Ну, по идее, как бы на самого себя примеривает. Ну, понятно, да, что на самого себя. А значение-то в чем? С референцией-то понятно. Я, мне кажется, референция, я и самая большая проблема. Действительно, тот, кто говорит высказывание, тот на себя это и навешивает. У меня-то есть большой глобальный вопрос. Прежде чем навешивать что-то на себя, нужно ведь, наверное, знать значение слов, которые ты произносишь. В итоге довольно простое слово «я» вызывает огромный ворох вопросов и почему-то заставляет людей тащить очень странные термины, для значения которых, мне кажется, с трудом даже философы как бы возьмутся объяснить, что они означают. Ну, вот это как раз отсылка к психологической литературе, где там разные разговоры про «я для себя», «я для другого», «сверх-я», «не-да-я», что-то там еще. Вот, и все это потребляется же. Ну, то есть, вот ни одно из вот этих вот «я», которые я сейчас сказала, оно не указывает на меня, в смысле Анну Моисееву. Это какая-то концепция, которая означает чью-то личность, в данном случае мою, но это, короче, чисто амонимичное употребление по отношению к обычному стандартному употреблению «я» в высказываниях типа «я не сделал домашнее задание». Да, здесь я согласен с психологическими употреблениями, ну, в смысле вот такими. Но я-то имею в виду употребление обычных людей, которые, скорее всего, в психологии знают только то, что там, не знаю, психотип можно определить, и нужно, в том числе, например, студенты считают, что симпатии к людям нужно испытывать по знаку гороскопа, а нет, психологией называют. Вот, то есть, они же как-то все это используют, и то, что Оля-то говорила про Паттон, мы много с тобой про это говорили, особенно в последнее время, меня это, ну, как бы не сильно устраивает, потому что у меня все еще возникает вопрос, ну, окей, люди не знают значения слов, которые они используют, да, это понятно. Потому что они их используют не в прямом значении, они это делают как инструменты, собственно говоря. Хорошо. Но прежде чем они их начинают использовать как инструменты, если у нас есть обычная теория значения, там же должен работать вот этот самый наш любимый принцип композициональности и все проще. То есть, прежде чем сводить к контексту, нужно же понять, что мы сводим к контексту. А люди, получается, так не делают. Люди лепят все подряд. Совершенностно. А почему люди-то вообще это должны делать-то? Почему люди должны это делать? Они используют интуиции. Почему они должны сразу тебе теорию вывалить какую-то, если ты их спрашиваешь? Да люди не должны это делать! Это я критикую вот этих вот философов языка с их семантикой естественного языка. Я просто культурно это делаю, а тут врываешься сразу же. Не должны люди это делать. В том-то и делаю. Но просто дело в том, что вот эти подходы не имеют большого отношения к тому, что как вообще работает естественный язык. Ну, конечно, не имеют. Они просто пытаются что-то объяснить. Ну, пытаются, да. Ну, не всегда это получается удачно. Ну, вот этот принцип, насколько я помню... А что именно они пытаются объяснить? Что они пытаются объяснить? Расскажи мне. Какой-то язык пытаются объяснить. Но они претендуют на то, что это естественный язык. А вот этот принцип Дэвидсона, насколько я помню, он еще предполагает, что человек просто не врет, чистосердечно высказывает что-то, и он не использует там какие-то контексты, шуток там и так далее. Вот ты вот, например, врешь, что ты не мобильный лев. Почему не мобильный? Вы пишете, смог кнопку нажать, получается мобильный. Более того, там подписано внизу, что мобильный. Так поэтому и специально подписано. Мне кажется, каждый человек врет, что он справедливый, что он рациональный, что он существует и так далее. И это встроено, видимо, в трактовку Ян. Мне кажется, что коммуникация развалится, если мы будем все думать так, как Дмитрий Владимирович в процессе коммуникации. Да, вот мне тоже так кажется. И кроме того, мне почему-то вот эти претензии напоминают ситуацию, которая описана, вот тут мне попалась недавно одна статья, и там, значит, обсуждается реализм относительно цвета. Мэнди писала, да, Мэнди. Я тебе блудку разнесу, не забывай. Короче, там по поводу реализма относительно цвета. Вот философы задаются вопросами относительно того, где же цвет существует. То ли он в голове существует, то ли в объекте, то ли где-то между ними. Короче, тут чувак один насчитал, что есть 28 разных вариантов относительно существования цвета у философов. И вот спросили современного психолога Давиду Теллер относительно цвета. И она, короче, вот то, что она говорит, это буквальная цитата, я сейчас прямо вот смотрю. Тут она говорит, что наша цель как учёных объединить три разных вида сущности. Это визуальные стимулы, то есть физические объекты, их свойства. Вот эти вот невральные, скажем так, состояния, это состояние нейронов во время там в разных, на разных стадиях обработки информации в рамках визуальной системы. И сознательное, чувственное состояние, то есть наши визуальные, чувственные какие-то восприятия отдельных физических стимулов. И она говорит, что вот как бы задача учёного — это вот соединить всё это вместе, но учёный никогда не думает, существует цвет на самом деле или нет. Это вообще вопрос какой-то из бред, просто полный бред, когда учёный начинает задаваться вопросом, что такое цвет, и существует он или нет. Это абсолютно ненаучный подход. И вот, ну не знаю, вот философы пусть и занимаются этой чушью после Канта, а учёные не должны этим заниматься. Вот так вот. Ну, для философа 21 века, да, это как бы непростительная чушь, если он задаётся вопросом, существует цвет или нет. Это прямо потому, что мы знаем, что нет. Актуальная практика, философы этим прямо сейчас занимаются. Я тебе говорил, что вот здесь статья, например, чувак... Нет, это в аналитической философии даже делают. Вот 28 вариантов реализма относительно цвета чувак насчитал. Современные философы. Он именно реализм делал про свет? Или, ну вот, например, он там пытался понять высказывание? Ну, потому что, мне кажется, в этом есть какой-то смысл. То есть, например, кто-то говорит, что этот цвет красно-агрессивный. Понять семантику этого высказывания это не глупая, наверное, идея. И вот в этом смысле? Или там вот совсем про... Ну, вот совсем, да. Нет, вопрос в том, существует цвет на самом деле или не существует. Если существует, то где? Как бы задать антологию цвета. Вот науке вообще пофиг абсолютно на эту антологию. Ну, так это то же самое. Там психология, наука, от душе. Ну, пофиг на самом деле научным психологам, там существует душа или нет. Социология, наука, обществе. Мы тоже так считаем. Социологам, в общем-то, не хочется использовать тоже термин. Ну, да, наука идет в этом плане вперед. Странно. Ты можешь кинуть в чатик вот эти вот статьи про цвет? Конечно могу. Просто вопрос об антологии цвета решен и решен наукой. Все. То есть это вот то же самое, что... Нет, а вопрос об антологии цвета наукой не решен. Да, вопрос об антологии даже не ставится в науке. Вот именно. Ну, я понял, что ты говоришь, но да, это немножко не так. Что цвет не является встроенным, условно говоря, свойством, первичным свойством объекта. Первичным свойством объекта является длина волны, которую он испускает. Все. А я помню, Лев, у нас с тобой был спор, реальное ли ощущение цвета. Как-то так у нас, по-моему, было. Вот. И а к тому, что как бы антологически по своей сути вопрос, он решен наукой. Если мы принимаем научный взгляд на мир, задаваться вопросом о том, существует ли цвет или не существует, и если существует, то как? Где, точнее? Ну, как бы это... Это плохой антологический вопрос. Ну, дело в том, что наука вообще не ставит такой антологический вопрос. Она просто занимается изучением феноменов каких-то. Это не вопрос, там, существует цвет или нет. Она не задается вопросом относительно существования цвета и в какой форме он существует. Просто есть набор феноменов, и надо их объяснить. Вот и все. Вот набор этих феноменов, по сути дела, признание существования этих феноменов, которые требуют объяснения, это вот и есть фактически ответ на антологический вопрос. Нет, это не ответ на антологический вопрос, потому что это не цвет. Ни то, ни другое, ни третье — это не цвет. наука вообще цветом не занимается сущность подполагают под понятием цвета и вот ее пытаются найти именно это называется антологическим вопросом значение хотя бы для начала ну да ученые параллельно пока исследовали мозг и физические объекты случайно выяснили что та дефиниция которую давали цвету философы например ну или обычные люди и после этого все философы все это время это бессмысленная сущность то есть его нет но вот в смысле что нет таких сущностей я думаю они не выясняли что они это не выясняли я об этом же и говорю то есть они как бы исследовали 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 и после этого философы из их исследований могут сделать вывод ага такой сущности не будет как материи например да нет философы не могут этого сделать философы будут говорить что это ли какие-то стимулы или там характеристики цвета там не знаю способность отражать ой то есть характеристики объекта там способность отражать там свет там еще чего-нибудь такое вот но из того что делают ученые нельзя сделать вывод что света не существует как нельзя сделать вывод что он существует окей нельзя сделать вывод что находится подтверждение ну то есть находится референт тому что мы задаем как дефиниция цвет в науках вот это я а так ты посмотрел вчерашнего чувака которого тебе скидывал а потом из пустого звезда и звездного неба над головой делает вывод что человечество осталось жить сто лет как бы это вполне себе ну то есть из научных всяких штуковин можно делать очень странные выводы из там распространение света во вселенной там и все прочее да ну ничего мы все равно должны на что-то опираться мы не должны делать такие выводы просто да тогда возникает вопрос какие выводы мы должны делать и как мы должны их делать если мы хотим ученый статуса скинь потом вот эту статью про поводу реализма по цвету я как бы просто даже не понимаю видимо тогда что имеется ввиду под постановка отологического вопроса о цвете во-первых я уже вижу что лев укушен натурализмом это уже плохо не не это не натурализм нам с этим бороться еще очень долго придется и теперь я будет полгода только с натурализма заходить в наших совместных дискуссиях а возвращаясь к местоимению я и его употреблению на самом деле когда мы тоже задаем вот это определение я как тот кто говорит тот кто совершает данное высказывание в данном контексте вот такой базовое определение я мы же дальше тоже можем повернуть так как бы определение тот кто говорит это говорит то кто конкретно то есть чем мы имеем ввиду то на самом деле мы на что отсылаем на мозг на тело которое соответственно производит эти звуки а если тела не будет останется только мозг но мозг тем не менее все равно вроде как семантическую информацию это обрабатывает прагматическую обрабатывает и он как бы отвечает то в общем то за понимание и производство значений слов иногда мы я употребляем включая соответственно предметы принадлежащие себе находящиеся вокруг нас или да и не обязательно находящиеся вокруг нас то есть на самом деле это ну как бы значение я она даже вот в банальном смысле вот если убрать вот эти психологические штуки вот про которые аня говорила как бы что вот типа вот в этом контексте они этого всего наслушались и поэтому типа отсылают ко всяким эго личностям и прочее вот даже если вот это убрать стороне в сторону убрать то значение я вот определенная как говорящий данного высказывания в данном контексте но ведь тоже не четко то задано мы тоже по-прежнему не понимаем а кто конкретно это говорит на какой объект то мы отсылаем на все тело целиком на кусочек тела на частичку тела под названием мост то есть мы я то употребляем это тоже по-разному если у нас есть если у нас есть правило интерпретации индексикала я то у нас должно быть и множество на котором она интерпретируется и это должно быть множество агентов не тел не мозгов а именно агентов и как уж мы по каким критериям мы запихали туда одних и не запихали других делать десятое это дело не семантики вообще да и здесь я не полностью согласен мне кажется что я отсылают на ну на скажем так слово я может произвести произносить тот у кого есть свойство быть агентом агентность ну короче на агентность она в каком смысле отсылает это вообще никак не связано с мозгами искусственный интеллект разовьются и будут говорить я и что то что вы не сделаете хотя у них мозгов нет я согласна с тем что они сказала да это не вопрос семантики я не имела ввиду что это вопрос семантики или прагматики это вопрос как раз таки до того как по каким критериям мы включаем какой-либо объект в множество агентов которые соответственно могут произносить я то есть на кого конкретно на какой грубо говоря тип агентов и какой тип индивидов мы соглашаемся указывать при помощи соответственно вот этого места имени способность совершать действия но имеется ввиду свои автономные действия это вопрос который тоже дополнительно требует прояснения я вот к чему не все таки а мне не слышно просто тебя было вообще теперь можно меня не перебью хоть вот значит собственно о чем был пример с цветом и почему этот пример здесь я его здесь я его привел потому что вот когда люди используют естественный язык они конечно не могут вывалить вот эту вот теорию значения там для любого выражения вообще скорее всего они даже для никакого не вывалят вам теорию значения потому что это уже какое-то научное объяснение совершенно другой уровень естественный язык работает прекрасно без всех этих теорий которые пытаются объяснить что же там значит я если вы пытаетесь спросить человека что же значит я но он какие-то интуиции свои скажет ну скорее всего они не будут соответствовать тому чему он чем он руководствуется когда он употребляет язык потому что он просто еще не способен артикулировать вот так быстро вот вот это вот бессознательное употребление этого выражения вот как то так ну для него нет вообще вопрос о том что же значит я он не занимается лингвистика и философия языка и он просто использует язык и все и он корректно это делает да я согласна с тобой просто это входит в противоречие с допущениями очень многих теорий языка о том что для того чтобы знать язык необходимо знать значение выражений а значение выражений задается соответственно через вот эти вот там условно говоря словарные статьи вот эти лексикал энтрик которые я говорила я вспомнила как переводит словарная статья вот то есть грубо говоря вы сначала выучили словарную статью выучили другую словарную статью для другого слова по принципу композициональности соединили и вот вы произнесли предложение или поняли предложение так вот это вот допущение в теориях которая принимается в некоторых некоторых, оно как раз-таки противоречит вот этой вот реальной актуальной практике того, как люди говорят. И Патномовский аргумент как раз-таки про то, что действительно можно говорить, не зная значения слов, максимально, полно, там, развернуто и прочее, это как раз-таки контраргумент вот этому допущению в подобных теориях. Я предлагаю аккуратно развести, что значит знание значения в смысле умения вычислять референт и знание значения в смысле умения артикулировать процедуру вычисления референта. Потому что словарная статья это именно что процедура вычисления референта, которая артикулирована на естественном языке. И человек, который не знает словарную статью, но делает по факту именно то, что там написано, он знает значение в первом смысле, несмотря на то, что он не знает значения во втором смысле. Подожди, еще раз можешь сказать процедуру вычисления референта, а второе ты как предложила? Вот первое это умение вычислять референт в каждом конкретном случае, а во втором, то есть второе это умение артикулировать процедуру вычисления референта. То есть это как бы такое рефлексивное уже умение, что ты не только умеешь что-то делать, но и умеешь объяснить, как ты это делаешь. Поняла. Спасибо. Гилберт Райл бы сказал знание как и знание что. Когда мы говорим о процедуре, это уже перевод знания как и знания что. И тогда получается, если мы вот эти два разграничения знания, значения, как Аня предложила, принимаем, то тогда у нас студенты обладают умением вычислять референт, и за счет этого у них как бы успешная коммуникация в принципе, в принципе возможно. То есть я не знаю, что если кто-то им сказал я сегодня отменяю пару, то, соответственно, это я указывает на меня как на преподавателя, который им это сказал. А умение артикулировать процедуру вычисления этого референта, это как раз таки то, чем они соответственно не обладают. Ну, либо как бы хотя бы интуитивно сразу быстро это сформулировать не могут, но могут попробовать вывести соответственно. Я правильно, Аня, поняла твою идею? Да, все верно. Можно еще орфографию Витгенштейна вспомнить. Для того, чтобы соблюдать орфографию, не обязательно знать орфографию. Одно дело орфография как некоторые практические навыки, а другое дело орфография как теория лингвистов. Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос возникает. Мы можем представить себе такого агента, который всегда безошибочно вычисляет референт, то есть вроде как бы мы говорим, что он знает значение выражений, то есть он всегда понимает, что значит соответственно его слова в конкретном контексте, но он совершенно не знает процедуры соответственно вычисления этого референта, то есть вообще никак. То есть вроде, то есть я к чему веду-то, что мы можем представить, помыслить себе такого агента, который чисто случайно всегда правильно употребляет слова. ну или не всегда. То есть вроде мы же как бы обычно людям приписываем идею того, что они сначала знают значение слов и поэтому они их правильно употребляют. А мы же можем представить такую ситуацию, когда у нас существует некоторый идейт, который просто чисто случайным образом, не зная значений слов, но всегда их правильно употребляет. А почему он агент? Какой он говорит? Тест Тьюринга прошел. Ну это ситуация человечка в китайской комнате, который не знает китайского языка, но у него чисто случайно правильные инструкции. Ну что, можно сказать? Он, в общем-то, не агент. Тут проблема скорее с китайцами. Ни один китаец не знает китайского языка. Да, его не существует, это мы тоже знаем. По идее, у человечка в китайской комнате как раз-таки процедура вычисления референта ему дана. И по идее он демонстрирует умение вычислять референт, хотя на самом деле им не обладает. Если мы вот эту Анину дистинцию продолжаем сохранять. Тогда ЧАГЖПТ. Извини, пожалуйста. по поводу замечания Оли, что процедура вычисления референта ему дана, я не согласна. Ведь человечек в китайской комнате он нам не показал, не предъявил ни одного референта. Он просто оперирует символами. И он ими оперирует так, как будто бы он умеет вычислять референт. Но на самом деле он его не умеет вычислять, потому что процедура, которая у него есть, это не процедура вычисления референта. Это процедура подбора подходящих ответов. Да, согласна, поняла, хорошо. Тут ты права, да. А с какой стати тогда Серли решил, что у китайцев есть процедура вычисления? По всей видимости, Серли ничего про процедуру вычисления референта у китайцев как пользователя языка не говорил, он говорил про их соответственно умение вычислять референт, которое, как мы вроде все согласились, что оно как раз-таки у компетентных пользователей языка имеется, даже у студентов. А процедура не требуется для того, чтобы знание и умение артикулировать процедуру вычисления референта, оно не требуется для того, чтобы уметь вычислять соответственно референт в коммуникации. Поэтому по Серлю обычные китайцы они умеют вычислять референт, но могут соответственно не обладать умением артикулировать процедуру, могут обладать. А человек в китайской комнате, у него нет ни умения вычислять референт в рамках китайского языка, ни умения артикулировать процедуру вычисления референта на китайском языке. ну, ведь вычисляет же как-то. Аня же правильно сказала, что вычисление референта у него не происходит. Он ничего не знает про окружающий мир и про что, соответственно, его предложение. Он просто манипулирует символами, он не связывает эти символы с объектами, на которых они отсылают. А китайцы вроде как бы связывают. Значит, у него умение вычислять референт для определенного символа имеется, а у человечка в китайской комнате такого умения нет. То есть, они оба могут не обладать умением артикулировать процедуру вычисления референта, но у настоящего китайца, знающего китайский язык, умение вычислять референт имеется, а у человечка в китайской комнате нет. У китайца имеется цвет, а у человечка в китайской комнате не имеется цвета. Я справедливая личность. Какие там референты-то получаются? Какие процедуры? Что ты имеешь в виду под референтой процедуры? Что имеет в виду человек, который делает высказывание, что я справедливый? Нет, я справедливая личность. Это интересно. Ты же говоришь, ну, это коллективно, что ли, вывели про процедуры какие-то и все прочее. Вот высказывание. Я справедливая личность. Какие референты, о чем вообще это высказывание? Ну, человек проводит, устанавливает тождество между самим собой и, соответственно, некоторым объектом, который является личностью и обладает свойством справедливости. То есть, в данном случае он устанавливает тождество между собой и личностью и говорит, что эта личность имеет свойство быть справедливым. А делает он это, ну... Это просто свойство. То есть, я как агент являюсь личностью. Соответственно, свойство быть личностью должно быть каким-то образом описано. Ну, и я не знаю, все ли агенты им обладают или не все. Возможно, в рамках различных антологий на это могут быть разные ответы. Но тем не менее. И дополнительно есть свойство быть справедливым. Опять же, непонятно, только ли личности могут быть справедливыми и только ли агенты, если не только личности. Но опять же, это вопрос к определению свойства и к антологии. Как только мы все это определили, семантика нам говорит, что вот я как агент обладаю свойством быть личностью и свойством быть справедливой. Что тут такого? Угу. Да, да. Согласна. Ну, если мы личность рассматриваем как свойства, как Аня предложила, да, что вот у нас есть некоторый объект говорящий, мы на него навешиваем как бы два свойства. Быть личностью и быть, соответственно, справедливым. Да, это как бы, это не вопрос к семантике напрямую относящейся. То есть для интерпретации слов этого говорящего студента нам вполне достаточно вот той, скажем так, той процедуры, которую вот операция, последовательность операции, которую Аня описала. Когда это написал чат GPT? Нет. Интересно, а почему люди не говорят «я не рациональный», «я не существую», «я не справедливый» и так далее? Еще когда я на это на барах говорю. Вот лев не мобильный. Вы уже это поняли. Это то же самое. А звучит-то хорошо «я не есть существующий», «я не есть разумный» и так далее. Правильно ли я вас понял, ваш заход, что для того, чтобы отрицать наличие каких-то свойств, наверное, в клаймерском, если сильно мы говорим, тоже нужно понимать, что они означают. Скорее, здесь какое-то априорное приписывание. Приписывание разумности, приписывание существования. В отношении справедливости не так ясно. Да, я почему-то примеры притаскиваю это регулярно. Но вот давайте так, Дмитрий Владимирович, чтобы прояснить, что я имел в виду. Высказывание «я не материальный». Вы можете сказать про себя такое высказывание? Я вот про себя могу. Философы могут многое, конечно. Да я-то имел в виду весьма конкретную штуку, что материи как бы, ну вот в таком смысле, ее как бы не существует, поэтому материальным-то тоже быть проблематично. Я вот только про это. Ну, просто обычные люди не говорят, что материи не существует. Как-то несловно. Мы же не в обыденном языке сейчас находимся. Тогда да. Высказывание «я не цветной». В некоторых районах Соединенных Штатов Америки тоже может быть специфично воспринято. Ну так это же просто вопрос о разных контекстах. Ну да, это вопрос, получается, прагматики как бы. Я-то про семантику говорю. То есть можем ли мы... Ну то есть мы можем делать такие высказывания осмысленно, как мы это делаем. Я не являюсь рациональным существом. Можно ли сделать такое высказывание? Да, можно, почему нет-то. Попугай может сделать такое высказывание. Да, главное, у Питера Ункера есть статья, называется «Я не существую». Ну вот он сделал высказывание, и все нормально. Ну, вы считаете, что это только прагматическое ограничение? Что это семантику не затрагивает? Ну, насколько я понимаю, семантика, она просто вычисляет значения высказываний. Значения в смысле, ну вот, в каком-то смысле, вот как Оля говорила, словарные значения. Ну, там-то, в общем-то, наверное, все понятно с точки зрения вот этих самых словарных значений. Там дальше возникает вопрос, например. Вот, Дмитрий Владимирович, вы это, например, скажете, когда, там, не знаю, вы, ну, сделаете глупость какую-нибудь. И вы скажете, что вы нерациональный агент. То есть будет понятно, что это высказывание об этой ситуации, а не целиком. А я спрашиваю, мой-то вопрос про высказывание с отрицаниями. Ну, то есть глобально. То есть, например, человек считает, что не существует каких-то вещей. И он вообще не понимает, что это такое. Может ли он отрицать наличие у себя свойства относиться к этим вот объектам? Семантически. Как это будет вычисляться? Наверное, я не очень понял вопрос. Если не знают совсем, то вряд ли может использовать соответствующее выражение. Да я не из этих-этих ваших, как они там, вот не из этих. Я точно не такой, я другой. Что, не слышали такое никогда? Я часто слышу. Так, а что тебя в таком высказывании смущает? Такой и другой, они в каком-то смысле, ну, отчасти можно их назвать индексикальными выражениями. Такой указывает, соответственно, на какой-то объект, о котором идет речь. Он просто, ну, если мы в рамках ДРТ говорим, должен быть предварительно введен. Соответственно, мы либо, если он прям реально введен, мы его связываем. Если он, типа, вычисляется, как бы, скажем так, имплицитно подразумевается в рамках нашего разговора, то мы понимаем, какой такой, что значит этот такой. Я не есть живой. Я не есть агент. Я не есть говорящий. Великолепный камин-аут. Вот я все-таки в дополнение к тому, что ты ответила. Эти высказывания зачастую говорятся без наличия второй стороны. То есть вот это вот «я не такой» и все прочее, непонятно, к кому обращено. И если начать задаваться вопросами, то агент сам не понимает, о ком он говорит. Если он сидит один, как бы, в комнате. Ну, не один. Я не такой? Не один, ну, как бы, это не протест против какой-то там стороны, условно говоря. То есть он пытается чего-то выразить и использует вот такие вот высказывания. Тут меня, я выношу за скобки вопрос, что он пытается выразить. Всякое бывает, что называется. А именно семантически, как интерпретировать эти высказывания. Они же, ну, безумные во многом. Потому что он никому это не говорит. И он сам, как бы, если ему задавать уточняющие вопросы, он не знает, кто эти такие, какой он такой, о чем он вообще сказал. То есть можно ли это просто, например, отнести к разряду высказываний про зеленые яростные идеи «Спят» или как там было? Господи, я забыл. Неправильно произнес, но неважно. Вот. Или нужно семантически это интерпретировать и сказать, что это, например, ложное высказывание. Опять же, если включать прагматику, то можно предположить, что в той ситуации, как ты, Илья, описал, человек может иметь в виду следующее. Такие бы свойства вы не имели в виду мне приписать, я ими не обладаю и, соответственно, не должен вести себя, как такие, о которых вы думаете. Это некий протест против любой формы долженствования, если прагматически это понять. Правильно, да, я с тобой согласен полностью, но если мы берем ведь классическое представление о теории языка, то перед прагматикой семантика все-таки должна быть. То есть у нас семантика устанавливает значение высказывать, то есть возможные контексты, по большому счету. А в прагматике мы потом выбираем между этими контекстами. А там ведь самое смешное, вот в таких историях там нет толком и как бы принуждения к долженствованию. То есть ты хорошую интерпретацию дала, но там никто никого ничего не заставлял делать в том-то и дело. Ну это вот такой же как бы открытый контекст. То есть ты можешь подставлять туда любое свойство из возможных вариантов таких и любое долженствование, которое из этого свойства должно было бы следовать. Как вот в случае с Декартом, когда мы можем, я мыслью, следовательно, существую, подставлять любого агента. И в этом и есть настоящий смысл этого высказывания, а не в том, что мыслит и существует конкретно Декарт. Так и тут, как бы идея в том, что ты можешь подставлять любой контекст, и смысл высказывания именно в том, что оно произносится не для конкретного контекста, а для любого контекста вообще. Можешь немножко прояснить, пожалуйста, вот эту вот последнюю свою мысль про то, что смысл высказывания в том, что оно произносится для любого контекста вообще? Что это означает, я не очень понял. Остальное мы во всем согласен. Ну, значит, иногда мы говорим о референтах. То есть иногда мы используем слова для того, чтобы что-то говорить о мире, о конкретных ситуациях и их конкретных каких-то способах развития. Но иногда мы используем слова для того, чтобы говорить о связи понятий некоторого рода. Ну, например, мы говорим, из делимости на 4 следует делимость на 2. Мы не говорим, что там должен быть конкретный х, который, если он делится на 4, то он делится и на 2. Мы говорим о самих свойствах. Случаи высказывания Декарта тоже имеют место такой вот двиг употребления. Значит, Декарт, в сущности, мысль Декарта разворачивается так, что любой агент, который способен произнести «я», то есть любой агент, который может правильно употребить по отношению к себе, это вот «я», он уже в силу самой своей агентности, значит, в силу того, что он осуществляет это употребление в языке, либо же в мышлении, он является существующим как агентом. И тут тоже речь идет не о том, что мы должны подставлять в это высказывание конкретных агентов Иванова, Петрова и Сидорова. Декарту, в общем-то, все равно относительно того, кого мы знаем как агентов и знаем ли кого-нибудь вообще, кроме себя самих. Его задача – обратить внимание именно на связь понятий. И в том случае, о котором ты говоришь, если в нем вообще есть какой-то смысл, а, ну, если мы используем принцип доверия, мы должны предполагать, что какой-то смысл там все-таки есть. Смысл в том, чтобы человек формировал высказывания об определенной связи и понятии, причем таких, которые ему не даны. То есть это уже, опять же, еще более, еще более абстрактный уровень, скажем, слово «такой», оно может обозначать различные свойства. Вот опять же, разумный, цветной, живой и так далее. Но агент не хочет размениваться на отдельные свойства. Он хочет сразу сказать обо всех свойствах, какие бы только ему невозможно было приписать. И он о них хочет сказать, что «нет, друзья, вы не имеете оснований мне это приписывать, и я с этим не согласен». Вот как-то так. Да, я примерно понял. И вот такой интерпретации, ну, по сути, много с чем. Согласен, да. У меня по-прежнему есть базовый вопрос такой, скептический, что называется. О котором мы уже сегодня говорили, про то, как вообще вычисляются значения языковых выражений. Ну, то есть, например, по принципу композициональности. Но ведь для того, чтобы принцип композициональности запустить, ну, то есть, начать вычислять, нужно уже заранее знать значения выражения. Они зачастую устанавливаются уже после того, как мы принцип композициональности запускаем. Вот. Но это бог с ним. То есть, про справедливую личность, именно про это заводил.